Так, сегодня у нас очень такая животрепещущая тема. Меня многие, как простые люди, так и косметологи, часто спрашивают, как научиться читать этикетки, как научиться понимать составы косметических средств. Сразу скажу, что это, конечно, дело не двухчасового вебинара. На это уходят годы, и нужно хорошо понимать химию, нужно не бояться страшных длинных слов и понимать хотя бы примерно, как это вещество выглядит. То есть вот вчера, пока я готовилась к вебинару, я, конечно же, прочитала сразу несколько книжек по косметологии, по косметической химии, и там я часто видела ошибки, опечатки, ошибки в, например, картинка, которая показывает химический состав вещества, именно стереоизомеры и так далее. То есть там вместо одного вещества нарисовано другое. Где-то там не написано, что это радикал, где-то еще что-то. Соответственно, если вы хорошо знаете химию, то вы будете в этом разбираться, и вы хотя бы себе лапшу на уши не навешаете от той литературы, интернет-источников, которые сейчас везде. И не всегда, ну всегда, даже когда эта книжка умная, толстая, ее написали докторам, все равно редакторы могут накосячить, все равно бывают описки, бывают проблемы у переводчиков и так далее. То есть все нужно это в голове фильтровать. Вот, если, а вот напишите мне, пожалуйста, напишите цифру нолик, тот, кто вообще не разбирается в химии. У кого плохо было в школе с химией, в институте плохо было с химией, и вообще вот эта проблема. Не расстраиваемся. У меня сыну 15 лет, и недавно, вот он в 9 классе, и тут он подошел ко мне, говорит, мама, я вообще химии не понимаю, я нашла свою старую книжку, мою школьную, «Начало химии», и с удовольствием я начала читать. И это та книжка, автор двух из трех авторов, которых я знаю лично. С дочкой одного я училась, соответственно, у себя на факультете на медицинском, и написано очень классно. То есть тот, кто не знает химии, да, смысл читать учебники, вот, школьные, ну, это сложно и долго. Сейчас я напишу «Начало химии», напишу книжку, она прям поможет. Там очень простым языком написано, очень интересным, и это даже приятно читать. У меня сын сразу все понял. Ну, вот, я вообще с удовольствием потом и поехал к отчиму, и отчим мне пишет, боже, я не думал, что мне придется снова читать эту книжку. Вот. Редакция Кузьменко Еремин-Паков. В принципе, кто знает химию, но есть какие-то пробелы, да, то есть если вы не постоянно читаете этикетки, там, не постоянно смотрите какие-то статьи, какие-то видео про химию, да, или у вас дети уже выросли или еще не выросли, и вы с ними не занимались давно химией, или еще не занимались, или нет детей, в конце концов, тоже бывает, то тоже можно прочитать. Сейчас это все доступно. Я думаю, что даже в интернете можно скачать эту книжку. Вот она не такая уж толстая. Там и органическая, и неорганическая химия, это прям классно, потому что все вместе собрано. Там много задач, задач не обязательно читать, решать, но это уже как кому захочется. Итак, для тех сейчас, кто не понимает химию, будет сложно, но вот в конце по экстрактам будет легко, потому что там просто нужно запомнить, и все. Там просто нужно запомнить, там не нужно каких-то ассоциаций с химическими веществами, там просто запоминаем. Итак, начну с того, чего не было в объявлении. Это то, что, в принципе, знают все дерматологи. Это формы косметических средств. Как бы это смешно или интересно, или глупо, не знаю, не звучало, но даже если мы берем группу, какие-то активные ингредиенты, например, возьмем, не знаю, алоэ, или нет, лучше что-нибудь. Неважно, какой-то активный ингредиент или группа активных ингредиентов. Ого, пантенол возьмем. Пантенол, да, депантенол, провитамин В5. Это вещество сухое, в растворе оно будет жидко, растворяется в воде отлично. Какие свойства имеет? Ран заживляющие, успокаивающие такие. В принципе, немножечко защиты от солнца будет, но не за счет отражения лучей или какого-то видоизменения лучей, а за счет того, что кожа, именно сама кожа будет лучше защищаться от солнца, если мы используем какие-то средства с провитамином В5. Так вот, есть формы косметических средств, да, то есть это раствор, то есть это будет тоник, например, с провитамином, да, с пантенолом, тоник с пантенолом, а что такого? Пятипроцентный раствор. Отлично, берем, покупаем у мыловаров 75-процентный пантенол, разбавляем водой, там, в 10 раз, если мы разбавим, будет 7,5%, да, то есть мы чуть-чуть больше разбавляем, там, в 15 раз, и получаем, соответственно, раствор пантенола, да, и можно протираться, и можно делать аэрозоль, пшикаться, да, вот, то есть будут такие свойства. Так вот, растворы за счет того, что они быстро испаряются с поверхности кожи, они охлаждают кожу, и за счет этого у всех растворов есть противовоспалительный, охлаждающий, успокаивающий эффект. Просто за счет того, что они испаряются с поверхности кожи, и как бы холодят ее. То есть если у нас ожог, то на ожог мы можем, конечно же, побрызгать этим пантенолом, или же протереть ватным диском, и дать вот это вот испаряться. Также можно делать примочки, да, то есть налить в мисочку, и периодически смачивать, там, рука, допустим, обожглась, да, периодически смачивать. Вот, следующее. Гели, да, это то, что мы любим в Гельтеке. Кстати, напишите, пожалуйста, кто знаком с косметикой Гельтек, напишите цифру 5, и напишите минус те, кто не знаком с косметикой Гельтек. Я пока про гели расскажу. Значит, гели – это безжировые гелеобразные структуры. Они могут быть пожиже, они могут быть погуще. Также сильно-сильно густой гель – это, ну, уже хрящик такой получается, в принципе, да, то есть таких продуктов мы не видим. Но, в принципе, вот смотрите, гидрогелевые патчи и гидрогелевые маски – это тоже очень-очень густой гель, да, сейчас все знают, вот эти патчи под глаза – это просто очень-очень густой гель. Гели не содержат масел, и, в принципе, с маслами обычно не очень состыковываются, могут скатываться. Но есть гели, которые содержат эмульгаторы, и поэтому с маслами они дружат. Так вот, гели – это и сыворотки, например, и маски, да, гелевые, могут быть маски, гидрогелевые маски. Гели для умывания. Ой, как классно, все знают гельтек. Супер. Это проще, потому что мы в конце будем разбирать составы, это будет, называется, угадай средства. Главное, мне самой не забыть, какие-то были средства. Есть эмульсии, кремы, да, то есть эмульсии чаще всего – это масло в воде, то есть воды больше, масла меньше. Эмульсии могут быть, это вот лосьоном часто называется, такой жиденький, да, как молочко. Это, когда мало жира, много воды. Есть более густые, когда жирный крем, там может быть даже, ну вот мази, в принципе, часто это вода в масле. Но такие кремы, такие эмульсии я не рекомендую использовать, потому что они сушат кожу очень сильно, за счет слишком сильной окклюзии нарушаются состояние кожи под этим вот этим слоем, пленкой, и при этом еще и бактерии размножаются. Вот это вот три средства, которые мы используем для ухода, да, то есть тоники, гели и эмульсии. Порошки, вот порошки я забыла включить. Другие лекарственные формы, да, есть еще, это болтушки, например, циндол, да, мы берем, это жидкость, то есть раствор, в котором есть твердые частички, их надо взболтать. В принципе, болтушкой можно назвать двухфазные средства для умывания, да, в гельтеке их нет, но часто это есть, да, то есть не мицеллярные воды, где однородная текстура, а именно двухфазные средства, которые надо взболтывать, то есть где есть вода и где есть масло, но они не эмульсии. Эмульсия – это когда все эмульгировано и однородное. Двухфазные средства неоднородные, это как раз будет тоже болтушка. Мази, я уже сказала, что это такие очень жирные кремы, либо вообще масла. Пасты. Паста – это более твердая, это когда в крем или в мазь как бы введено еще много твердых веществ, то есть порошок плюс крем или мазь, или масло. Пластыри – это то, что клеится, да, клейкие они, и есть еще порошки, в принципе, вот мы их сейчас не используем, ну, там тот же стриптоцит, например, да, антисептик. Так, с этим понятно. Так вот, смотрите, гелия, как и растворы, они тоже охлаждают. То есть если мы возьмем тот же пантенол в виде геля, он будет на ожог отлично действовать, потому что он будет охлаждать, он будет забирать эту горячую температуру, то есть ожог не пойдет вниз, вглубь кожи, а он как бы нивелируется только тем местом, где уже ожог произошел, да, пока мы бежали за гелем. Вот, если мы возьмем эмульсию, то она нейтральная. Ну, чем более легкий крем, чем меньше в нем жира, тем больше он будет охлаждать и меньше будет нагревать. Мази они нагревают, потому что за счет окклюзии тепло не уходит в окружающий воздух, соответственно, ожог будет проникать глубже. Да, ну и пантенол будет лучше проникать, потому что за счет окклюзии происходит мацерация кожи снизу, потому что вода все равно из кожи все время испаряется, но испаряться некуда, потому что у нас теплица. Будет мацерация кожи такая, она будет, как будто мы в ванной полежали, ну, не до такой, конечно, степени, и будет лучше проникать активное вещество, поэтому очень много лекарственных средств, дерматологических, именно в форме мази, чтобы концентрация активных компонентов проникала лучше. Но это как бы немножко устаревшее уже, да, когда не было хороших эмульгаторов, когда не было хорошей, скажем так, химии, и приходилось замешивать из того, что было, да, как бы грубо не звучало, да, из говна и веток, да, как это говорится. То есть вот аптекарь, что у него было, то он и замесит. И проще делать на основе различных жиров. Там, когда появился вазелин, уже 100 лет назад, там, или больше, то, конечно, все мази стали на основе вазелина. Очень удобно, он не портится, ничего с ним не происходит, в него можно засунуть все, что угодно в этот вазелин. Вот. Пасты будут, не будут охлаждать, они, в принципе, нейтральны. Но если густо намазать, то они тоже будут усиливать, ну, согревать. Пластыри тоже согревают, болтушки охлаждают, потому что это, в принципе, раствор, и они будут испаряться. То есть вы видите, как можно с помощью формы лекарственного средства усиливать действие активного вещества, да, то есть если нам нужен противовоспалительный эффект, то мы используем растворы и гели, да, ну, болтушки еще. Если нам нужен согревающий эффект, например, не знаю, какой-то антицеллюлитный крем, допустим, да, то его интереснее использовать, наверное, в форме мази. Но единственное, что будет жирно и противно, да, просто быстро не оденешься. То есть именно разогревающий, если нам нужен эффект. Если нам нужна защитная пленка, например, от мороза, да, то лучше использовать крем пожирнее. Если же нам это не нужно, то крем полегче. Так, интересный был экскурс в дерматологию. Это то, чему на первом же уроке учат дерматологов. Потому что все дерматологи делают рецепты аптечных препаратов. Едем дальше. Итак, есть группы ингредиентов, из которых и состоит, в общем-то, косметика. Во всех абсолютно формах, какие бы они ни были, там, жидкие или кремы, или гели, или что, всегда есть консерванты, отдушки и красители. Крайне редко не бывают отдушек, крайне редко не бывают красителей. Консерванты есть всегда. Что бы ни говорили, там, защитники, не знаю, природы, эко, био и так далее, косметики, у них тоже есть консерванты. Они часто в виде консерванта используют, например, соль, используют некоторые фирмные масла, например, масло розмарина, ну и другие какие-то вещи. Все равно консерванты присутствуют в продукции, чтобы они не говорили. Хочется сказать, очень хочется сказать, да, напишите мне, пожалуйста, самый страшный консервант, по вашему мнению. Не знаете или так долго пишете? Спирт. Ну, спирт хороший, конечно, консервант, но его должно быть много. Для того, чтобы он работал как консервант, его нужно почти 100%. Диоксид титана или кремния не консервант, это солнцезащитный СПФ фактор, причем это у нас физический фактор, да, то есть это порошочек, который просто отражает или поглощает солнечные лучи, абсолютно они безвредные. Нет. Мочевина не консервант. Мочевина – это увлажняющий агент, либо кератолитик в зависимости от процентов вода. Так, тоже почему-то спирт еще раз. А, это та же самая, это Мара. И про Бены так написала Анна, что даже у нее нестабильное подключение случилось. Нет, про Бены на самом деле, и это доказано, они, во-первых, известны с 1920-х годов, чтобы вам было понятно, то есть их знают уже вся косметология, дерматология и пищевая промышленность уже 100 лет. И за эти 100 лет пока что не было найдено ни одного более безопасного консерванта. более безопасного и в плане аллергических реакций, и в плане, ну, в принципе, и все. Больше никаких реакций они не вызывают. Ну, любое вещество, да, вот мочевина, спирт, там, что угодно, может вызвать аллергическую реакцию, да. Есть люди с очень чувствительной кожей, у них практически все будет вызывать аллергические реакции. Соответственно, парабены в этом плане самое минимальное зло, которое есть. То есть зла там никакого нет. Даже есть исследования, подтверждающие очень-очень слабенькую эстрогеноподобную, эстрогеноподобное действие парабенов, то есть, что у нас эстрогены для кожи, вообще-то это очень хорошо. И когда мы наносим на кожу, то есть, в предклимактерическом, климактерическом, постклимактерическом периоде, да, эстрогены будут улучшать состояние кожи. Ну, у нас нет наружных препаратов эстрогенов прям, да, у нас есть фитоэстрогены. Там из сои, например, самые распространенные, плющ, ямс, да, дикий ямс. Вот, в принципе, парабены, но их настолько мало в, как сказать, их настолько мало в составе, всегда, они идут всегда в конце, то есть, их меньше 1%, сильно меньше. То есть, там никакого действия они уже создавать не будут. Вот, Кристинка, сторовое масло – это эмульгатор, это не консервант. Мы сейчас про консерванты говорим. Короче, не бойтесь парабенов, пожалуйста, наоборот, бойтесь, если там что-то другое. Вот, потому что что-то другое нужно в большем количестве. Почему парабены классные? Потому что они дешевые, но это удобно для производителя, да, там, производитель дорогой косметики, все равно просто маржа у него будет. Это выше, да, ему не важно, в принципе, какие консерванты выбирать. Ему важна безопасность, скорее, консерванты. Они недорогие, их концентрация невысокая, то есть, рабочая концентрация у них очень низкая, то есть, их не нужно много. Когда их много, вообще, когда каких-то вот, ну, считай, ненужных веществ, да, неактивных веществ много, то средство будет никаким, оно будет неактивным. Там не будет много активных компонентов. Ну, сколько? 1% активных компонентов, ну и чего? Вот, потому что консервантов 20%, воды еще 80% и все. Поэтому не бойтесь парабенов, пожалуйста. Сульфат – это тоже павы, это к амульгаторам относится. Так, одушки. Одушек бывает очень много, они могут быть химического происхождения, они могут быть биологического происхождения, то есть, натуральные – это, например, эфирные масла различные, а также вещества полусинтетические, то есть, когда мы берем какое-то эфирное масло и из него достаем какие-то особо пахнущие вещества, например, гераниол и тому подобное, они пахнут похоже чем-то на розочку, и вот их несколько вариантов – это такие полусинтетические отдушки. Ничего плохого в них нет, кроме аллергических реакций. То есть, ну, их обычно мало тоже в средствах, но в целом, когда много отдушек, то есть, вы берете крем, открываете и прям… В лифте я с таким кремом не поеду, да, потому что можно задохнуться. Тогда лучше такую косметику не использовать, потому что, когда очень много отдушек, есть риск аллергических реакций. А в первую очередь, ну, так как я работаю в гельтеке, да, это профессиональная медицинская косметика, аптечная косметика, то в первую очередь у нас принцип «не навреди», да, и потом уже «помоги». То есть, какое бы прекрасное средство ни было, но если оно будет вызывать аллергическую реакцию 30% людей, то это будет нехорошо. Поэтому лучше, чтобы отдушек было поменьше, и они были в самом конце, а не где-то в середине списка. Красители. Тоже, соответственно, ну, обычно используются пищевые красители, либо физические какие-то красители. Вот если вы возьмете тени для век, перевернете коробочку и посмотрите состав, там будут одни красители, в принципе. Вот. Пищевые красители совершенно безвредны, но тоже нужно понимать, что если средство очень яркое, да, то оно может оставлять на коже следы. То есть, например, какие-то сейчас много ярких масочек, сейчас стало все очень весело, задорно, да, в косметике. То есть, если уже средство похоже на помаду по цвету, то или на какие-то румяна, то будьте осторожны с тем, что оно может и окрасить кожу. То есть, вы его смоете, а на лице почему-то все синенькое, зелененькое или розовенькое, да, то есть, нужно это тоже учитывать. Потому что мертвые чешуйки, они прокрашиваются. Сверху кожи у нас мертвые чешуйки. Также, если вы используете, например, ну вот, допустим, вы готовите, да, и краситель положили там в тесто или еще куда-то, да, хотите сделать вкусное что-то там, то вот кутикула у ногтей будет окрашиваться, и сами ногти, потому что там мертвые клетки. Мертвые клетки лучше всего окрашиваются. Живые клетки делают барьер этим красителем, в живую клетку не так легко попасть. Так. Создают базу косметических средств, но также нужно понимать, что эти вещества, там эмульгаторы, загустители, эмоленты, хумиканты, стабилизаторы, энхансеры и еще куча других на самом деле, они, во-первых, обладают обычно сразу несколькими свойствами, то есть их можно включить в разные из этих групп, в несколько групп часто, и плюс они сами по себе могут тоже обладать какими-то хорошими дополнительными свойствами, то есть быть как будто бы активный компонент, либо их могут производители написать в активные компоненты, например, гиалуроновая кислота. Но если вдуматься, какой она активный компонент, что она активно делает, что там активного в ней вообще. То есть про витамин В5, да, я согласна, это активный компонент, это витамин. Гиалуроновая кислота это пассивный компонент. Это модный компонент, но это хумикант. Так, давайте теперь разберем все эти страшные слова а вот напишите мне пожалуйста кому знакомы вот эти вот слова да все например хумектанты у меня тут вчера люди люди сложно выговаривали это когда когда сделала ссылочку на книжку что это такое кто знает что такое хумектанты ну и в принципе все остальные напишите я или напишите ужас ужас я ничего не понимаю смотрите те кто кому эти слова страшные во первых не надо бояться да потому что это все от в принципе все эти слова от английских произошли и мы сейчас все это разберем вот сейчас будет все более понятно когда вы увидите конкретные средства будет легче так но первые будут сложнее так эмульгаторы смотрите эмульгаторы позволяют растворяться воде в масле и масло в воде да то есть в двухфазных например умывалках эмульгаторов нет потому что тогда бы они были однофазные они двухфазные у них не было раздела сред эмульгаторы имеют и гидрофильную или пофильную часть за счет этого они как бы склеивают воду и масло между собой разделяют на маленькие маленькие как бы не молекулы на микрокапельки которых не видно глазом и все это перемешивается вместе вот эмульгаторов очень много они есть как химического происхождения так и растительного происхождения самые такие сильные эмульгаторы но это не хорошо это поверхностно-активные вещества до павы то есть моющие компоненты которые используются как раз для того чтобы смыть жир например фейре берем до средства для мытья посуды там будет очень-очень много павов они будут жесткие скорее всего возможно даже даже невозможно скорее всего они онные итак есть четыре варианта павов мы чуть-чуть потом про эмульгаторы ну павы просто тоже эмульгаторы есть они онные самые старые эмульгаторы самые жесткие самые прям сильные это мыло всякое разное любое твердое и различные сульфаты сульфиты то есть то чего вот все в принципе боятся и правильно делают да то насчет чего нас предупреждают те же любители эко продуктов да что там без сульфатов без сульфитов шампуни например без сульфатные шампуни единственное но на все было бы хорошо но опять же как я люблю цитировать парацельса для всего любое вещество может быть как ядом так и лекарством важно лишь доза да то есть без мыла мы не сможем помыть посуду без сильных лорис лорис сульфатов например да вот честно говоря не смотрел состав своих средств для мытья посуды но там обычно пишут они он и катионный пав так вот шампунь тоже все таки обычно должен иметь анионные павы особенно если волосы сильно жирнятся потому что иначе этот жир никак не смыть если же кожа головы наоборот сухая то понятно что лучше использовать какие-то другие в принципе трихологи замечают что когда человек там много месяцев или даже лет не пользуются вот они он ими павами для шампунях да то есть используют какие-то там эко шампуни еще что-то бессульфатные то поры очень сильно забиваются и в общем ничего хорошего то есть он не дам не домывает голову вот нужно все таки умывание должно быть достаточным и активным то есть их можно бояться если их много в средствах если вы умылись и засохли и такие ой что это было что это было надо посмотреть состав да то есть если жирная кожа то они в принципе не не убьют не растворят вас если же кожа сухая то конечно лучше от унионных павов отказываться катионные они редко используются в косметике потому что они больше во всяких медицинских вещах используются потому что обладают бактерицидными свойствами и ну большим раздражающим действием то есть ну в принципе для средства там для мытья посуды для мытья пола да скорее всего они будут а вот для умывания лица нет вы их вряд ли найдете чаще используют чаще всего используют не анагенные павы то есть павы которые не обладают зарядом и которые за счет этого не так сильно растворяют жиры потому что в коже жиры все равно нужны там тот же липидоэпидермальный барьер стенки клеточные стенки тоже из липидов да то есть чтобы это все не растворилась лучше использовать либо небольшое количество пав либо использовать именно не анагенные павы это различные там эфиры сорбитана жирных кислот сахароза стиариновой кислоты вот можно это в составе тоже увидеть и есть амфотерные павы это уже разные аминокислоты которые в зависимости от паш среды да то есть мыло у нас будет щелочное или кислое они либо как они онные работают либо как катионные работают то есть они все равно и туда и сюда их их удобно для производителя закупать когда он делает разные средства для умывания как слабо щелочные так и слабо кислые например то есть вот у него есть разные зачем покупать 10 разных вариантов если можно купить амфотерные павы и туда и туда их положить да и в зависимости от паш они все равно будут работать вот то есть им не важно паш так но они в принципе тоже мягкие и так теперь к эмульгатором но смотрите павы используется понятно что в средствах для умывания всегда они там всегда есть если вы их там не нашли значит это за их пропустили просто вот значит вы просто не поняли что это они там те же например сахарозы да разные эфиры сахарозы смотрите вроде сахар значит это увлажнитель а на самом деле это эмульгатор да это пав был там стеариновая кислота кажется о это же просто эмульгатором на самом деле это пав так теперь мы к эмульгатором которые смотрите еще что некоторые производители используют павы в масках используют павы в кремах даже да что кажется немножечко не очень почему они там их используют дело в том что павы являются еще и энхансерами энхансеры мы к ним вернемся еще попозже это вещества которые проталкивают вглубь кожи активные вещества да то есть если их положили в маску то это с благой целью для то не для того чтобы высушить вас пока маска 10 минут на лице а для того чтобы убрать слой жира с кожи и помочь проникнуть более глубоко там каким-то витаминчиком или еще чему-то что было в маске вот насколько это сушит кожу зависит от кожи то есть понятно что кожа жирная нормально она спокойно это вытерпит сухая кожа обезвоженная кожа может быть на такие маски могут быть реакции да то есть мы вроде увлажняющую маску наносим хотим как лучше на состав не посмотрели а там павы есть а получается я пью пью а мне все хуже и хуже да как в анекдоте вот у кого-нибудь была такая ситуация когда какая-нибудь кремовая маска через месяц использования наоборот сушила то есть кожа становилась еще суше потому что такое возможно эмульгаторы в принципе перечисленные эмульгаторы их тоже очень очень много и и они именно используются чаще в кремах могут они использоваться например в еще в этих в гидрофильных маслах эмульгаторы используют то есть в гидрофильных маслах там чисто масло да если в креме и вода и масло гидрофильное масло это масло плюс эмульгаторы и вы когда им умываетесь то эмульгаторы все водорастворимые вещи ну плюс вы умываетесь с водой и вот когда вы добавляете воду к гидрофильному маслу у вас получается в принципе что-то наподобие крема жидкого да то есть вы эмульгируете таким образом это масло с эмульгаторами и потом все смывается смывать легче потому что смывая мы водой да просто так если намазаться маслом и попробовать по умываться у вас не очень получится умывание а за счет эмульгаторов там могут быть и павы вы таким образом это масло легко смываете что хочу сказать про гидрофильные масла они кажутся нежными они не нежные при частом применении они будут сушить кожу потому что вот эти масла плюс там много эмульгаторов будут вымывать свои липиды из кожи в том числе и повреждать клеточной стенки при частом применении то есть я рекомендую гидрофильные масла для таких в принципе нет да я их рекомендую когда меня спрашивают применять не часто то есть только когда какой-то адский макияж на лице да то есть там была фотосессия или что-то такое или вам прям очень очень надо сильно очистить лицо по каким-то причинам но один-два раза в неделю не чаще вот в кремах можно встретить очень много разных эмульгаторов я вот карбопол часто встречаю там растительного происхождения как раз касторовое масло гидрогенизированное касторовое масло и так далее вот это часто очень любят кстати вспомните как пахнет касторовое масло и представьте как бы пах крем например с касторовое масло без отдушек различные вот стеориловый спирт тоже как это ни странно бура до содиум барат это тоже эмульгатор хотя вроде бы это такое небольшое вещество вообще минеральное вещество да дальше что еще растительного происхождения это казеин то есть это белки такое из молока получают даже молоко в принципе содержит эмульгаторы потому что в молоке есть как жидкость так и масла растворенные без эмульгаторов она бы расслаивалась сразу а так она расслаивается только потом на сливочки да и сыворотку то есть эмульгаторы там так себе но в целом молоком получается можно умыться в какой-то экстремальной ситуации она правда скиснет потом на лице но потом можно смыть еще водой также из растительного происхождения это различные камеди у бильтек это камень с альпини шиповатой пектин тоже у бильтека есть и желатоза желатоза это из желатина получает то есть все такое растительное нормальное но это слабые эмульгаторы да то есть вы их можете увидеть вы можете понять что это эмульгатор но возможно это будет гелеобразователь потому что именно вот камень пектин и желатоза они образуют еще и гели они загустители так с эмульгаторами разобрались это в принципе было самое сложное павые эмульгаторы потому что очень много именно химических веществ да из органических получается настолько как асторовое масло камень пектин желатоза целлюлоза но там различные и разновидности казеин ну и бура в принципе аминокислоты когда вы видите тоже они могут быть как эмульгаторы на аминокислот вы много не увидите в составе они будут где-то в конце списка эмульгаторы же находятся в начале списка их должно быть много то есть вода потом какой-нибудь допустим цитиариловый спирт ну или на третьем месте он будет на пятом месте но все равно эмульгаторов обычно много то есть вы их не в самом конце ищите как например консерванты красители отдушки то есть эмульгатор это такая важная часть принципе косметического средства гелеобразователи они же часто являются стабилизаторами я больше скажу они еще часто являются и хумектантами ну к хумектантам мы вернемся это увлажнители то есть если вы видите в креме гелеобразователи до пектин желатин там агар-агар камень какой-нибудь бентонит можно в креме часто увидеть крахмал легко вот кремни кстати тоже то не пугайтесь это просто то есть это не гель да это все равно крем просто эти вещества они не дают ему как-то раз разваливаться на кусочки там то есть они стабилизируют они делают плотный такую приятную на ощупь текстуру то есть не какой-то он не жидкий не густой а вот тот который захотел производитель потому что есть крем же и более жидкие но вот гелеобразователи делают их поплотнее как вы видите тут практически все натурального происхождения да как это ни странно вот алюминия различные вещества из алюминия они хорошо делают они хорошо тоже делают эти гели образуют бентонит не бентонит это принципе тоже туда же это минеральное вещество вот а все остальное вообще ну альгинаты тоже минерально хотя их и из растений получают двойкись кремния хорошо единственно ну единственно химическое получается вещество все остальное все природное все прекрасное вот вспомните например а ну их очень часто используют в пищевой промышленности а тот же желатин пиктин агар-агар это ну крахмал понятное дело это все мы едим мармеладки например без агар-агара или пиктин вообще никуда то есть это все абсолютно безопасно кстати заметили там пиктин до пиктин агар-агар камеди а здесь вот что у нас тоже камеди пиктин желатоза да вот то есть это эмульгаторы и стабилизаторы или образователи да эмоленты с моментами тоже интересно изначально когда я еще не так сильно погрузилась составы но уже вот это все читала для меня эмоленты это были такие прям увлажнители то есть без которых просто кожа жить не может они прям очень очень добро да на самом деле эмоленты увлажняют кожу только за счет окклюзии то есть это все что создает пленку и на самом деле ничего они не увлажняют они просто препятствуют транспидермальной потере жидкости просто они делают эффект теплицы в принципе все масла это делают любые хоть природные хоть синтетические природных масел миллиард потому что это в общем то из всех семечек можно добыть из кучи разных растений можно добыть природные масла из косточек синтетические их на самом деле тоже много потому что все они все они из нефтепродуктов но этого не надо бояться да то есть это не бензин на лицо ни керосин хотя некоторые керосин пьют и ничего в лечебных целях тоже вазелиновое масло пьют в лечебных целях часто можно минеральное масло увидеть в составе конфет ну и так далее всякие вот эти пальмитаты миристаты тоже можно увидеть составе пищевых продуктов то есть мы от этого не умираем там тоже пальмовое масло например гораздо хуже потому что она препятствует всасыванию кальция в кишечнике если мы его съедим на лице будет ну просто сделает окклюзию и так вазелиновое масло появилось давным давно тоже и как только она появилась все очень обрадовались потому что она не тухло в отличие от натуральных масел да а консервантов тогда хороших еще не было когда появилась вазелиновое масло и все лекарственные формы стали делать в общем-то в виде мазей на вазелиновом масле человечество выжило с тех пор ничего с ним очень страшного не произошло да в принципе что можно сказать про вазелиновое масло да она делает конечно же окклюзию на лице если окклюзия слишком сильно то происходит мацерация кожи и ухудшение состояния кожи да это не увлажнение кожи вот я вам это как косметолог скажу как не просто человек который не будет мазаться вазелиновым маслом до для увлажнения а в принципе как человек понимающий как кожа работает то есть если вы видите в составе крема вазелиновое масло то в принципе ничего страшного потому что опять же она может быть там не в самом начале да если самом начале но пожалуйста крем ламер он на вазелиновом масле ламер я не слышала чтобы кто-то купив ламер за 30 тысяч рублей сказал что он плохой я слышала что он не подходит потому что когда ты плачешь 30 тысяч рублей очень не хочется говорить что крем плохой так вот в принципе вазелиновое масло не вызывает аллергических реакций и это его главное отличие от натуральных масел которые аллергические реакции могут вызывать минеральное масло то же самое только пожиже принципе его кстати чаще гораздо можно увидеть в составе косметических средств это не очень плохо не доказана его комедогенная активность я вообще больше скажу про комедогенную активность она больше свойственно как раз натуральным маслом но понятно что они должны быть в большом количестве то есть вот это вот окклюзия должна быть посильнее дело в том что минеральное там же как и вазелиновое масло они не встраиваются в текстуру кожи они остаются только на поверхности натуральные масла проникают и в липидоэпидермальный барьер встраиваются и разрушают эту четкую текстуру структуру за счет этого кожа может сохнуть поэтому чистыми маслами я вообще никому не рекомендую пользоваться неважно будет вазелиновое или оливковое минеральное масло зачем кладут в крем и да не тухнет ни с чем не взаимодействует не окисляется ничего с ним не происходит да то есть это такое база это база которая по идее не вызывает никаких никаких никого комедогенного эффекта никак на кожу не влияет в небольшом количестве если она с эмульгаторами там в креме находится то ничего там страшного не произойдет наоборот любят топовые производители косметики использовать минеральное масло когда в составе крема или какой-то эмульсии до более легкой этом сыворотка это может быть есть большое количество витаминов большое количество пептидов большое количество активных но при этом очень нестабильных веществ чем нестабильнее вот эти активные компоненты тем чаще можно увидеть минеральное масло или вообще химические какие-то компоненты вокруг этих вот очень активных молекул потому что природное масло они тоже будут взаимодействовать плюс они каждый год разные потому что разный климат по-разному дождик прошел там еще что-то по-разному солнце светило мы получаем совершенно другой продукт другой цвет другой запах другое содержание активных компонентов масле например каком-то да даже запах может отличаться эфирного масла который мы в разный год как-то добываем и это тоже неудобно производителю потому что он изначально как бы предполагает одинаковый продукт год от года и партии от партии а когда он разное это нужно очень объяснять покупателям то что нет 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 это не подделка все хорошо это не стухло это просто теперь такой запах ну и так далее да то есть это неудобно и это непредсказуемо химические вещества предсказуемы вот них четкие очень четкие свойства так ну что вы немножко перестали бояться минерального масла сейчас скажу плохое про минеральное масло да на принципе я уже сказал про разделе да то есть что если мы используем чистые эти масла это будет очень плохо кожа будет сохнуть ничего хорошего не будет из ужаснейшего продукта который есть в аптеках да это масло johnson's baby это чистое минеральное масло почему она для детей я не знаю своего ребенка я бы никогда в жизни не намазала она в принципе может подойти для массажа если потом его конечно же смыть тщательно с помощью палов различных то есть не просто водичкой или там влажной салфеточкой протереть то есть зачем ребенку окклюзия там на попе или на всем теле я не знаю вот все женщины которые имеют сухую кожу на теле некоторые на лице но очень долго использовали минеральное масло получили к себе настоящий ксироз то есть ухудшение сильное ухудшение состояния кожи потому что минеральное масло никак не увлажняет а просто делает окклюзию то есть бояться его не надо если вы его увидели в креме где-то не в самом начале да если в самом начале вы понимаете что крем пустой потому что там тупо минеральное масло но если там дальше куча витаминов куча пептидов и куча все вы понимаете что лучше гель сделали было бы лучше так есть еще эмаленты воска воски чилины карнапский жажоба воски кстати тоже могут еще и быть стабилизаторами а еще они могут быть немножечко эмалентами ну так чуть-чуть ой эмалентами эмульгаторами воск что он делает он тоже оставляют на лице пленку то есть все эти средства оставляют на лице пленку то есть нужно понимать что если вы это видите в креме то это скорее защита да то есть и в принципе крем это защита кожи за счет какой-то пленочки чем больше этих компонентов тем будет эта пленка толще тем будет крем жирнее чем меньше этих компонентов тем он будет легче пленочка тоньше соответственно вы не получите побочных эффектов в виде ухудшения состояния кожи видимо церации с бактериальным обсеменением и в виде например еще больше сухости потому что когда вот эта пленка до эффект теплицы кожа под этой теплицей под этой пленкой она начинает разбухать от воды потом это смыли а вот это вот разбухшая кожа осталась из нее просто вода вылетает и в принципе когда она сильно разбухшая то она хуже работает там ничего хорошего не происходит вот силикон и силоксаны я сильно против них они вызывают во-первых комедогенный эффект и это можно даже не доказывать все любители тональных кремов они все с закрытыми комедонами и забитыми порами достаточно месяц попользоваться и вы их получите единственное исключение это очень сухая кожа да то есть тип кожи сухой когда пор даже не видно и получается что ну там нет сала нет сала нет забитых пор нет пор нет забитых пор да тогда можно использовать и силиконы все базы под макияж они на силиконовой основе практически все тональные биби крем и сиси крем они практически все с силиконами или силоксанами поэтому пожалуйста если у вас что-то не так с кожей у ваших пациентов ваших не знаю родственников друзей и так далее просто скажите выкиньте пожалуйста тональные средства и базы под макияж и станет гораздо лучше вот вот они вот из всего вот этого вот вот они самые честно говоря противные хотя они абсолютно нейтральны они делают такой красивый блер на лице заполняют морщинки то есть вот чисто эффект фотошопа такого да но хороши кому пожилым людям потому что сальные железы уже не работают там и в принципе пожилой человек если он не хочет никак улучшить состояние своей кожи да потому что силиконы за счет вот это эффекта теплицы они ну не дают ненормально веществам никаким пролезть вглубь кожи не ничего короче с этой кожи не произойдет хорошего да она не научится сама вырастить себе правильный липидоэпидермальный барьер она хорошо сильно сама не увлажнится потому что на тупо потеет под этим под этой пленочкой ну и все то есть вид прекрасный вот как то так татьян пудры это вообще порошок там нет силиконов силиконы они жидкие лонолин лонолин это жир из овец это жир кожи овец вот такой овечьий кожный жир как как кожное сало вот у нас только овечье он очень очень много использовался раньше но у него есть комедогенный эффект он может раздражать кожу и поэтому сейчас его используют все меньше меньше то есть он остался в основном в аптеках и в каких-то мазях дерматологических так в принципе иногда его можно увидеть составе крема ну возможно это просто старая школа и не знаю то есть ничего прям волшебного в лонолине нет там в кремах для рук пожалуйста потому что руки они у нас не такое переживают да и павы жесткие и чё только не переживают и окраску ногтей из кучи спиртов и так далее но вот для лица я бы не стала потому что он у него комедогенный эффект и помните да что природных масел у многих не у всех но многих в большом особенно количестве то есть когда крем жирный вот этот натуральный жирная косметика там комедогенный эффект практически всегда тем более натуральной косметики часто используют сразу много там штук 10 этих базовых масел намешают вот тебе подарок вот ну пахнет вкусно да пока там есть ароматизаторы а так нет жирные спирты и сложные эфиры еще тоже являются эмолентами тоже оставляют на лице пленку то есть вы поняли да то есть эмоленты это то что находится в кремах в гелях вы этого не найдете в тониках в этого не найдете то есть это только крем и мази маски кремовые да и нужно смотреть чтобы их не было много то есть если жирный крем то вы от него ничего хорошего не получите вот хомектанты это увлажнители то есть это все вещества которые действительно увлажняют кожу не за счет эффекта теплицы а за счет скорее того что они на поверхности кожи сами из себя они получается как будто вода лежит вот вот это все вещества которые любят воду которые притягивают воду и притягивают ее много часто это различные сахара полисахариды да то есть не просто глюкозка но глюкоза тоже может быть глюкоза фруктоза тоже притягивают воду вот но и полисахариды там тоже гиалуроновая кислота да это в принципе полисахарид гликоза миногликан она длинно цепочная огромная ну если высокомолекулярную берем да и вокруг нее собирается воды в тысячу раз больше чем весит она да то есть это вот даже не шуба а я не знаю что из воды это целая квартира из воды вокруг гиалуроновой кислоты и она соответственно поверхности кожи и и вместе с собой держит вот вы же не просто порошочком гиалуроновой кислоты посыпали да и ждете когда на разбухнет вы же уже и его получаете в растворе или там виде в геле или в креме то есть там уже есть какая-то вода и соответственно это все будет работать единственное что в креме как бы она так как уже есть окклюзия то она так работать особо не буду ну то есть она будет увлажнять конечно но ее туда и кладут поменьше то есть это больше для для красоты либо если окклюзия очень слабенькая то есть когда вот очень легкий крем да вот у гильтекова легкие кремы прям легкие легкие такие эмульсии эмульсии там вот этот вот вот эта окклюзия она совсем незаметная но при этом она лучше защищает кожу особенно когда кожа пересушена после каких-то например после каких-то процедур после там отдыха на солнышке когда батареи включаю до кожи пересушен поэтому окклюзия в принципе нужно чтобы вот при очень сухом климате вода просто из кожи не убегал но лучше совмещать то есть очень легкую окклюзию и хумектанты тогда будет прям то что надо в принципе в гелях получается только хумектанты и и при нормальном качестве кожи когда кожное сало вырабатывается нормально либо чрезмерно да то есть при жирной коже окклюзия не нужна потому что кожное сало на поверхность кожи сама делает окклюзию то есть крем жирной кожи как бы не особо нужен только если ее как-то повредить как-то пересушить и так хумектанты глицерин напишите мне пожалуйста, кто боится глицерина напишите глицерин ты боится глицерина напишите пропелён гликоль или ppg pg а кто напишите г акту вояться глицерина и pg, кто бояся пропелён гликола sta же вам нефы немножко развею так а пока вы пишите я отвечу что в мицеллярных водах мицеллярных водах находятся тоже эмульгаторы то есть там вода плюс эмульгаторы и эмульгаторы например жирорастворимую косметику да то есть мы мицеллярную воду когда используем чтобы снять водостойку косметику или какой-то тональный крем сильный который даже умывалкой не смывается почему то то есть у вас не возникала мысль почему умывалка не может смыть эту косметику гель для умывания какой-то да мицеллярная вода может а при этом многие оставляют мицеллярную воду как тоник на лице или наоборот умылись потом мицелляркой почему-то протерлись как тоником и пошли спать крем нанесли и пошли спать это вообще в корне неверно так делать нельзя потому что там много эмульгаторов и павы там могут быть да и павы относятся к эмульгаторам в том числе то есть у каждой мицеллярки это будет по-разному просто растворенно это все в воде без жира и весь жир который есть на лице в лице в коже мы смываем этими эмульгаторами это мицелляркой после этого нужно обязательно мицеллярку смыть хотя бы тоником протереться или водой смыть но и понимать что мицеллярка это жесткого мова но это не не очень слабенькое умывание это такое полноценное умывание так очень приятно что два человека ничего не бояться уже ничего не боюсь после того как как галина рассказала про эмаленты так значит смотрите начну с глицерина есть такой миф что глицерин сушит кожу сразу скажу что глицерин это трехатомный спирт до слова спирт сейчас напугает скорее те кто не помнит химию органическую трехатомный спирт он обладает не свойствами спирта вот этилового да который такой весь пахучий который сушит кожу обезжиривает глицерин ничего не обезжиривает он в принципе связывается с жирами и получается мыло тогда вот но мы сейчас про чистый глицерин да не про три глицерина не промыла не про соли 33 глицеридов мы сейчас про глицерин глицерин больше по свойствам похож на сахара он даже на вкус сладкий он используется в каску в конфетках он используется в желейках мы его короче едим почем зря вот если вы начнете смотреть вот кто боится да екатерина боится глицерина начните смотреть что вы едите составы вам будет плохо вы сядьте на диету без глицериновую дело в том что он совершенно не вредный он находится в нашей коже он находится в наших глазах в наших хрящиков нашем кишечнике он находится просто везде у нас внутри организма и поэтому бояться его не стоит он именно увлажняет то есть он притягивает воду и таким образом вода не просто болтается да то есть вот котлета вот вода вокруг кио в котлет тоже могут добавлять чтобы в воды побольше котлет содержала и поменьше мяса там обычно карагинан кладут вот то есть такие гелеобразователи кладут короче глицерин сладенький любит воду и хорошо увлажняет когда он начинает быть злым плохим да когда его больше 20 30 процентов продукте ну это антифриз вот я сомневаюсь что вы используете антифриз для ухода за лицом в антифризе может быть глицерин может быть пропиленгликоль они похожи по даже по формуле своей то есть с виду да по названию то они не похожи с виду они похожи просто пропиленгликоль ну тоже там три атома немножечко по-другому распределены молекулы кислорода атомы кислорода но не важно короче пропиленгликоль тоже сладенький его кстати что глицерин что пропиленгликоль их часто используют в каплях для для глаз именно не века глаз даже не часто все время как раз для увлажнения конъюнктивы как вы должны понимать что ладно что мы их едим это как бы выйдет но глаза это очень очень чувствительная действительно часть человека отростки мозга между прочим и уж туда то не должны все-таки класть что попало понятно что больших концентрациях на них может развиваться раздражение как в принципе на все что угодно в больших концентрациях потому что большие концентрации всегда вызывают раздражение до парацельс яд все такое но глицерин пропиленгликоль используется но процентов 5 их находится в косметическом средстве иногда 3 иногда 4 то есть это совершенно маленький процент и вот в этом проценте они как раз хорошо увлажняют пропиленгликоль это вот эти вейпы вот смотрите вот ладно в глаза можете не верить да не болят у вас глаза черт с ними с каплями вейпы он вся молодежь укурена этими вейпами но сейчас уже перестали а то было машина едет из нее такой дымок так вот в вейпах используется пропиленгликоль и в нем уже растворенный никотин и там какие-нибудь отдушечки но это прям большая концентрация пропиленгликоля но за счет такого вот испарения да получается что именно микрокапельки пропиленгликоля остаются на во рту да и часто так как пахнет вкусно вот это вот дымок этот верни пар вейповский то люди курящие они выдыхают носом и вот тут кроется загвоздка из-за того что пропиленгликоль отличный увлажнитель то слизистая носа разбухает не потому что аллергия а потому что она настолько увлажнена хорошо что она становится пухлее человек начинает гнусавить и храпеть там еще вот это вот уже смешно то есть те кто очень много курят они начинают реально именно выдыхают не ртом а носом они начинают гнусавить и храпеть что еще больше доказывает увлажняющие свойства пропиленгликоля до запись будет так гиалуроновая кислота да тоже я про нее сказала тоже увлажнитель вот дальше интересно натурально увлажняющий фактор нейчерова мастерайзен фактор да он содержит в себе компоненты которые здесь тоже указаны то есть молочную кислоту и соли мочевину он в себе содержит глицерин он в себе содержит и он в нас находится да то есть в нас есть молочная кислота в нас есть мочевина как бы страшно она не называлась в нас есть глицерин это все составляющие натурально увлажняющего фактора он на той называется натуральной что он не где-то там из растений взят да он именно находится в нашей коже также там содержится различные аминокислоты и микроэлементы в принципе из микроэлементов немножко увлажняет магний все остальное особо не увлажняет аминокислоты до могут увлажнять и часто можно видеть в составах средств прям куча аминокислот там и глутамин цистеин там тыр 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 это это значит что создатели пытались сделать натурально увлажняющий фактор пока что в мире это никому не удалось повторить именно состав полностью натурально увлажняющего фактора потому что у каждого человека немножечко он различается по составу то есть там но там есть четкая четкая вот то что там молочная кислота там там 4 5 процентов мочевина тоже примерно столько же глицерин там тоже около пяти процентов вода понятное дело вокруг них обязательно куда они без воды и там куча еще аминокислоты микроэлементов вот то есть вот эти вот вещи если вы видите то лучше их ну смотрите молочной кислоты должно быть не больше пяти процентов тогда она увлажняет если ее больше но или лактаты могут быть соли молочной кислоты это лактаты все равно в растворе она виде иона молочной кислоты и какого-нибудь металла будет вот вот вам и лактат короче нужно смотреть процент потому что понятно что мы все знаем что есть пилинги на основе молочной кислоты которые там от 20 процентов где-то да и и выше но вот именно 5 процентов они будут хорошо увлажнять и будем надеяться что не раздражать кожу потому что молочная кислота раздражает кожу несмотря на то что она в ней содержится даже дерматологический тест на раздражение кожи на чувствительность кожи то есть берем людей до разных и проверяем у кого чувствительная кожа как он делается наносится молочная кислота то есть я не скажу что молочная кислота это такой прям нейтральный агент он может вызывать раздражение кожи даже в небольшом проценте при этом он содержится у нас в коже да вот так вот очень интересно мочевина мочевина тоже обладает увлажняющими свойствами а потом только кератолитические в маленьком проценте то есть от 5 до где-то максимум 10 процент ну тоже короче запомните 5 процентов это проще всего зачем вам разброс вы запутаетесь 5 процентов мочевины увлажнение там 15 процентов это для пяток вот это кератолитическое действие да то есть для там локтей пяточек мочевина будет это все счищать не хуже чем салициловая кислота можно туда иногда и молочную добавляют вот то есть мягко если у кого-то были проблемы там с пятками вы знаете что прямо на этих продуктах пишут с мочевиной иногда даже процент мочевины пишут так коллаген эластин это белки они вообще-то не растворяются в воде но как бы их именно в косметическое средство вводят в виде гидролизатов то есть когда они растворяются в воде то есть они специально химическим путем видоизменены они это большие молекулы из аминокислот да то есть это белки то есть они из аминокислот да мы вспоминаем натуральный увлажняющий фактор аминокислоты увлажняют в принципе соответственно коллаген эластин тоже будут увлажнять они тоже любят воду они такие на поверхности тоже легкую пленочку такую именно влажную оставляют то есть не не окклюзию именно влажную пленочку поэтому их тоже приятно видеть в составе косметики так понятно да с хомиктантами то есть мы в составе косметики их ищем потому что они хорошие кожу надо увлажнять кожа это любит но увлажнять нужно правильно не маслом каким-нибудь не кремом жирным до которые окклюзию делают и на саму кожу они никак положительно не влияют они работают и на только пока нанесены когда мы их смыли все кожи плохо а вот хомиктанты они делают так что кожа будет улучшаться с каждым днем и потом когда вы умоетесь опачки они стягивают потому что кожа у вас научилась жить и без какой-то окклюзии вообще доказано было еще давно гиалуронка например в 40-х годах использовалась для лечения ожоговых болезней различных ран было доказано что заживление раны ухудшается под пленкой то есть под окклюзией поэтому рана должна скажем так дышать да хомиктанты гели они дают дышать то есть они пропускают воздух спокойно понятно что мы дышим легкими но доступ кислорода кожи должен быть энхансеры это такая группа достаточно большая и странная то есть тут нельзя как сказать нельзя какую-то параллель в веществах понять почему вот он энхансер а другой не энхансер если они похожи да то есть если павы там понятно у них есть часть липофильная гидрофильная они значит все растворяют а вот энхансеры принц павы тоже являются энхансеры энхансеры от слова enhance усиливание усиливает проникновение активных веществ в глубь кожи соответственно из медицинских мы все знаем что такое димексид да это жидкость которую смешивают обычным лекарственным средством делают компресс и вот это лекарственное средство лучше проникает в кожу потому что димексид именно проталкивает все в глубь кожи также различные если мы вспомним да павы да я уже сказала то есть они все разрыв растворили пожалуйста проникай липосомы да как можно усилить проникновение вещества в глубь кожи сделать это активное вещество в лизосомальной форме то есть вокруг лизосома обычно из фосфолипидов состоит то есть это какой-то масляный шарик внутри которого есть какое-то активное вещество оно может быть любым в гельтеке с липосомами дигидрокверцетин это мощный антиоксидант и соответственно он проникает в большем количестве и более глубоко в кожу чем если бы просто был добавлен дигидрокверцетин просто так он водорастворимый если просто в геле был добавлен без липосомы так что еще кислоты тоже усиливают проникновение за счет чего они тоже как и павы как бы раздвигают границы и все туда падает плюс при длительном применении кислот даже в небольшой концентрации будет отшелушиваться кожа то есть истончение рогового слоя лучше будет проникать до живых до более живых клеток различные активные компоненты ферменты да то есть папаин бромелоин берем они разрыхляют кожу тоже усиливают проникновение веществ глубь кожи соответственно энзимная маска вот она именно как энхансер выступает если мы хотим очистить кожу перед этими наносим да и из кожи вытягиваем если мы хотим что-то ввести в кожу то тоже мы наносим энзимную маску смываем а потом наносим допустим увлажняющий и таким образом эффект будет лучше чем если бы мы просто нанесли увлажняющую маску или там какую-то хитрую сыворотку еще что-нибудь и различные жиры масла да то есть витамин е тот же лицетин линолево-линоленовая жирные кислоты сквален масло ши жабай ланг-ланг другие все масла в принципе являются энхансерами они сами легко проникают сквозь липидоэпидермальный барьер и тянут за собой то что в них растворено вот то есть как то так при этом смотрите в принципе эти энхансеры сами являются достаточно активными веществами витамин е он пожалуйста прекрасно да лицетин тоже он восстанавливает клеточные мембраны волочная кислота получается увлажняет линолево-линоленовая тоже восстанавливают ну то есть это незаменимая кислота они тоже улучшают состояние липидоэпидермального барьера сквалена тоже это компонент нашей кожи в общем то есть куда ни посмотри в принципе это не вредные вещества да но димексид в косметике вы не увидите я надеюсь то есть только в каких-то лекарственных средствах а вот все остальное пожалуйста в принципе с веществами которые образуют базу да мы познакомились безусловно они есть еще разные другие там ну но они реже используются то есть это уже в каких-то специфических средствах либо мы все равно обсудили потому что у них у всех есть несколько свойств всегда то есть один и тот же попадает и в другие группы это очень удобно в том числе для производителя мы берем один какой-то там тот же пиктин да он эмульгатор гелеобразователь и стабилизатор отлично почему бы его не использовать в нескольких средствах то есть тогда нужно будет меньше эмульгаторов меньше гелеобразователей пиктин в принципе и хумектантом может быть потому что он тоже любит воду плюсом кисленький еще то есть он еще и кератолитическими свойствами будет обладать будет уменьшать выработку кожного сала то есть куда ни посмотри одни плюсы эффективно и так далее так теперь активные ингредиенты в принципе часто на упаковке ну как на упаковке на сайтах чаще всего пишут не не полный состав средств а только активные ингредиенты я вот сейчас чтобы не переписывать самой из бутылочек да я в клетеке тоже искала составы полная на сайте да и не у всех там есть полные составы чаще всего просто активные ингредиенты мне нужны были полные составы так вот сразу скажу что часто если пишется только активные ингредиенты во первых не пишется все равно в каком он количестве и без полного состава вы никогда не поймете его там много или его там вообще можно сказать что и нету даже гиалуроновая кислота она находится обычно где-то там среди парабенов уже и это значит что ее можно сказать там нет если же она находится где-то посередине то она там есть гиалуроновой кислоты где-то 0 5 процентов один процент это уже достаточно много да ну вот где-то 0 5 процентов ее должно быть но все таки не в самом конце на в принципе по закону вот этих инчи да когда пишется состав то то понятно что от большего к меньшему и в конце уже в произвольном порядке пишутся вещества которых менее одного процента то есть принципе да вы там можете найти гиалуроновую кислоту если чуть больше то это круто это очень хорошо но не ждите что в вели высокомолекулярной гиалуроновой кислоты будет 2 процента да это очень очень густой гель его практически невозможно намазать нанести то есть он но он уже туда ближе к хрящику то есть он ну это невозможно когда вы видите состав 97 процентов гиалуроновой кислоты это ну во первых вранье да то есть это нужно понимать что гиалуроновая кислота это порошок 97 процентов вы помните что гиалуронка вокруг себя собирает в тысячу раз больше воды да то есть в принципе даже 0 1 процент гиалуронки это ну и остальное вода пожалуйста вот это как бы практически нормально смотрите полный состав во первых пишется инчи во вторых состав и там начинается с воды если у вас не полный состав у вас там не будет воды вас бы только список ингредиентов всегда лайфхак берете яндекс картинки пишите туда свое косметическое средство которого вы хотите узнать состав пишите состав и вам какая-то девушка любая на земном шаре уже кто-то сфотографировал коробочку и на ней был полный состав вот если вы не можете его найти на официальных сайтах попробуйте найти просто в интернете в виде фотографии потому что на коробочках часто смотрите есть крем да какой ну сыворот не важен тоник и он в коробочке состав либо на коробочке может быть написано мы их чем их выкидываем да либо вообще на внутренней вкладочке какой-нибудь который мы тоже выкидываем вместе с коробочкой а на самом уже флаконе ничего нет и мы такие ой а что это а как это а чё делать многие фирмы добросовестно пишут составы полностью кто-то дает ссылки на pdf файла например там презентация будет о продукте еще и рассказ о каких-то активных ингредиентах и в конце полный состав то есть это прям очень добросовестные это молодцы да то есть это люди которые ничего не боятся не боятся противника глицерина не боятся противника парабенов там спиртов и еще чего-нибудь которые делятся честно составом и так далее в принципе на гильтеке на всех баночках всегда ну вот что у меня тут есть ну вот у меня тут гель для кожи вокруг глаз все написано состав русский просто состав и весь состав полностью то есть просто можете поискать фотографии можно в принципе обратиться к производителю потребовать состав вам пришлют на почту обычно они это делают ну вот аптечные препараты там какой-нибудь для рожпозе и так далее не всегда есть составы приходится искать именно фотографии это такая проблема иногда когда ко мне приходят пациенты за консультации по составу по косметике то я их прошу не просто название средств у меня этих названий иногда не холод не жарко я не знаю этих средств я не могу знать все не могу знать все эти тысячи компаний производящих косметику мне нужны четкие составы они их ищут кто-то распечатывает фоточки присылает кто-то с коробочками приходит вот хуже всего с корейской какой-нибудь японской косметикой они часто просто иероглифы максимум что можно найти активные ингредиенты тогда я ничего не могу сказать ну могу попробовать на руку помазать но в целом я тогда ничего не могу сказать я говорю на ваше усмотрение хотите пользуйтесь, хотите нет вот как-то так бывает что активных компонентов много да то есть 10 процентов 20 процентов это уже клево есть например гель алоэ где там чуть ли не не под 100 процентов этого алоэ да единственная проблема что гель алоэ он именно когда это концентрат то есть приближается к 100 процентам он сушит то есть если вы видите вот есть из стран где как раз алоэ произрастает да там этого алоэ полно и им не жалко делать бутыли такие большие с алоэ вот к сожалению оно не увлажняет хотя в косметических средствах алоэ это увлажняющий агент но его не должно быть прям очень много да то есть 5-10 процентов хватает вполне чтобы получить хорошие эффекты когда слишком много во-первых риск аллергической реакции риск раздражения плюс оно сушит как любые концентраты да то есть вот физиологический раствор соли 0,9 процентов если мы берем уже 2 процента соли у нас будет сушить там кожу поэтому термальные воды например они многие если они из минеральной воды состоят то они сушат так активные ингредиенты возвращаемся они могут быть очень разные это могут быть витаминки обычно смотрите часто витамины используются какие про витамин b5 да пантенол вот если мы вернемся да к нему то у нас есть два средства нет больше ой у нас теперь много средств с пантенолом стало но в таком значимом количестве то есть 5 процентов его находится в геле интенсив регенерации он там действительно вот прям классический заживляющий там мощно заживляющий агент потому что должно быть именно 5 процентов вот тогда это прям клево работает когда его поменьше он в креме у нас есть и сейчас в новых в новых средствах он тоже есть там он просто будет успокаивающее действие как успокаивающего действия вот про витамин b5 потом витамин е витамин а витамин f витамин f это не совсем витамин это как раз 3 3 этих жирные кислоты олеиновая линоленовая линолевая что у нас еще витамин d может быть из жирорастворимых из водорастворимых витамин c безусловно витамин pp он женятся на мид или никотинамид так бывает биотин вот в целом они все хороши нужно помнить витамины тоже вызывают раздражение кожи могут вызывать но он пантенол нет обычно ухи но если кожа сильно раздражена то будет щипаться и в принципе щипется да пантенол неплохо так на ну именно на царапину там на рану но это неплохо именно аллергию он не вызывает потому что он сам противовоспалительный витамин e аллергии не вызывает витамин a может вызывать раздражение витамин c может вызывать раздражение витамина группы b ну вот другие вызывают Вот разумеоциномид вызывает покраснение лица, это нормальная реакция, но при этом может вызывать и аллергическую реакцию. Витамины штука такая, то есть если у вас, смотрите, если у вас очень чувствительная кожа, какая-то поврежденная после, например, шлифовки, и была не очень такая прям, не как подошва, то, например, после шлифовки, если вы где-то начитаетесь про то, что, ой, витамин С надо 10 или 15-20% наносить, значит, какую-нибудь сыворотку, вот не надо это делать, вы получите, скорее всего, аллергию, вместо того, чтобы получить какой-то там отбеливающий, омолаживающий эффект. Лучше уж с пантенолом что-то наносить, потому что в первое время вам важно, что вам важно не что-то там прям волшебное в себя нанести на кожу, а именно, чтобы кожа зажила хорошо, а не чтобы пошла аллергия, плохо стала заживать, остались рубцы или пигментация, или эритема, да, пигментации не будет, а эритема на полгода класс, вообще полгода ходить красный. Вот. Микроэлементы, они могут быть тоже разные, часто используются, ну, мы говорим не про те микроэлементы, которые оксицинка, хотя, в принципе, тоже оксицинка, это активный ингредиент, да, что он делает, у него противовоспалительное действие, и он защищает от солнца, вот, и немножко подсушивает кожу, немножко успокаивает сальные железы. Сера, вообще отличный микроэлемент, препараты серы, они разные, вот, у нас в Демотене используется, и в Блефорогель-2 для ВЕК. Препараты серы обладают антимикробными, противопаразитарными свойствами, успокаивают сальные железы противовоспалительными свойствами, в общем-то, хорошая штука. Какие у нас еще есть микроэлементы? Магний обычно успокаивает, какой-нибудь там оксид железа, оксид титана, это солнцезащитные средства, они ничего особо не делают, но могут в больших количествах раздражать. В больших количествах вы можете их встретить только в солнцезащитных и в тональных каких-то пудрах, средствах, но обычно они особо не раздражают. В принципе, так, медь очень классный микроэлемент, потому что медь участвует во многих, в очень многих ферментативных реакциях, это, ну, в общем, там, куда ни плюнь, везде медь важна, вот, на молекулярном уровне в организме. Кальций тоже важен, в принципе, селен важен, в общем, много микроэлементов, они все важны, не берем, главное, тяжелые металлы, то есть, если вы что-то видите с ртутью, то, наверное, лучше не брать. Мы вот вспоминали о алюминии, он гелеобразователь, да, плюс алюминий уменьшает выработку пота, да, он, как бы, прекращает выработку пота, используется в антиперспирантах, там, различные соли алюминия. Пептиды. Смотрите, пептиды – это высокоактивные вещества, маленькие, которые легко проникают через барьеры кожи, состоят они из нескольких аминокислот, от 2 до 8-9 аминокислот, сильно больше не бывает, там уже, это уже ближе к олигопептидам, там уже не те свойства, то есть, там будет больше увлажняющие какие-то свойства, по типу гидролизата коллагена. У всех пептидов очень разные свойства, абсолютно разные свойства, если вы видите какой-то пептид, проще про него погуглить и почитать. Плюс, если вы видите, что их там штук 5-10, это значит, что они в настолько маленьком количестве, что не факт, что сработают. Потому что они все, во-первых, разные, во-вторых, они действуют все на разные звенья, как бы обмена веществ, они стимулируют совершенно разные процессы, и лучше, чтобы был 1-2 пептида, ну пусть 3, но если вы их гуглите, то они должны как-то быть в синергизме, что ли, то есть не то, что там один заживляет, другой улучшает кровообращение, третий там отбеливает, да, это как бы ни о чем получается, потому что их уже мало, ну, они же в маленьком количестве используются, там 0,5%, максимум 1%. Их много не нужно, ну, каких-то нужно побольше, там тот же аркирелин, его хотя бы, ну, 5% уже рабочая хорошая концентрация, 20% это вранье, это раствор, а сколько настоящей концентрации, вообще неизвестно, потому что какой там это раствор, сколько в этом растворе концентрации, никто не знает, да. Это зависит уже от того, как производитель, насколько он добросовестный, то есть он пишет настоящий процент или он пишет процент водораствора, в котором, кстати, тоже консерванты будут, стабилизаторы, еще какая-нибудь фигня, вот, и получается, что вообще неизвестно, что там лежит, да, а вот когда это чистое вещество используется, тогда это гораздо, ну, лучше, гораздо, ну, правильнее, что ли. Так, еще каждый пептид действительно, как и любой, как и витамин, да, вот витаминки вы же едите, да, каких-то нужно чуть-чуть, то есть если смотреть дозировку, да, взять какие-то поливитамины, посмотреть дозировку, они же не все в одной дозировке, так же с пептидами, они все работают в очень разных дозировках, дозировки можно тоже в интернете погуглить и посмотреть вообще в рабочем количестве у вас лежит этот пептид, или он для красного словца там лежит, зато крем с 10 пептидами, ах, круто, дорого-богато, но действия никакое. Из личного опыта я могу сказать, что, опять же, не все пептиды одинаково полезны, какие-то и не работают, опять же, вопрос в дозировке, да, хорошо работают пептиды, чем старше человек, тем лучше они работают. Вот, это вот абсолютно точно. Дело в том, что пептиды – это сигнальные молекулы, и в молодом возрасте вообще метаболизм, он быстр, скор, активен, и много своих сигнальных молекул полно. Чем мы старше становимся, тем медленнее и медленнее метаболизм, тем меньше каких-то активных веществ вырабатывают клетки. И получается, что, когда мы снаружи добавляем этих пептидов, то их по сравнению с общим количеством активных молекул, прям заметно, что лучше становится, потому что их прям много сразу. Ну, допустим, на 30% увеличилось количество сигнальных молекул. Круто, круто, то есть на 30% больше вы увидите эффекта, чем вы ничего не делали. 30% – это заметно. А когда это 3%, то вы никогда ничего не увидите. Ну, то есть вам нужно будет лет 20-30 до старости пользоваться, тогда вы увидите эффект. Поэтому сильно молоденьким особо смысла нет. Ну, а бывают генетические какие-то отклонения, да, когда там, вот если мы возьмем пептид, достаточно известный, матриксил, который стимулирует выработку коллагена, да, и делает кожу плотнее, там, потолще, то людям с коллагенопатиями, с очень тонкой кожей, даже молодым, можно, в общем-то, выбирать такие продукты лучше, чтобы их несколько было в уходе, то есть и маска, и крем какой-то, и сыворотка. Тогда общая концентрация веществ в коже будет выше, да, то есть и оттуда чуть-чуть взял, и оттуда чуть-чуть взял, и оттуда чуть-чуть взял. На личном опыте была у нас разработка, у нас сейчас продолжается эта разработка, но вообще-то было несколько лет назад, то есть было лет пять назад. У нас был крем-микс пептидов такой тестовый, но он никуда не пошел, там что-то, там какой-то кризис начался, возможно, производители пептидов просто загнулись. Вот, это всегда очень сложно, когда ты не можешь купить просто компоненты. И вот этот крем, у меня были пробнички такие маленькие, очень помог, например, заживить ожоги на лице у моей подруги, то есть мы очень боялись, потому что это были ожоги масла, а масло, оно больше 100 градусов гораздо, и страшно, да, то есть пузыри были, корки прям, ну, действительно, это выглядело очень страшно, и вот я думаю, что только благодаря этим пептидам вообще ни одного шрама, там один, по-моему, небольшой остался где-то вот здесь, ну, это даже не шрам, просто небольшая эритема осталась, а так вообще ничего не видно, прям очень классно все зажило и достаточно быстро. Поэтому, ну, я такого заживления еще от таких ожогов я еще не видела никогда, но вот, к сожалению, он никуда не пошел, сейчас разработки у нас есть, пептидные сыворотки, но я не знаю, когда это, выйдет ли она, там, что там будет с этими производителями пептидов, не знаю, загнуться они, не загнуться, потом новых искать, это все не очень легко. Вот, так вообще пептиды штука классная. Так, есть еще из активных веществ, которые как бы пассивные, не вызывают, кстати, особо никаких отрицательных свойств на коже, то есть аллергические реакции не вызывают, это церамиды, холестерин и жирные кислоты. Есть одно но, к сожалению, они должны быть все вместе. Они содержатся в липидоэпидермальном барьере в определенной концентрации, то есть церамидов должна быть одна, ну, одна доля, холестерина – три доли и жирных кислот – две доли. Тогда получается хорошо. В других ситуациях кожа может начать сохнуть. Вот, может не начать сохнуть, зависит от того, чего в вашем липидоэпидермальном барьере не хватает. То есть не хватает у вас холестерина, жирных кислот или церамидов. Да, то есть часто мы можем увидеть, в принципе, в кремах, понятно, что это жирорастворимые, да, вещества, то есть это будет крем, это не будет гель. В кремах можно увидеть церамиды, например, да, они, в принципе, бросаются в глаза. Бывает и холестерин можно увидеть. Но, в общем, нужно смотреть, чтобы лучше, чтобы было все. Факторы роста. Тоже чем-то похожая штука на пептиды, только более крутая. Факторы роста – это достаточно дорогие компоненты, ну, пептиды тоже дорогие, но вот факторы роста еще дороже. Они в основном встречаются в рабочих концентрациях, только в профессиональной косметике, и их не так легко найти. Они нужны для чего? Вот как раз для заживления ран очень хорошо, то есть поэтому они в профессиональной, потому что после каких-нибудь пилингов, шлифовок отлично. Но в целом у пожилых, опять же, да, то есть не у молодых, у молодых своих факторов полно, они не заметят разницы, если, ну, если нет повреждения кожи, когда идет, когда их нужно много. У пожилых, в принципе, они приводят к омоложению кожи, к более быстрому обновлению, и получается, как бы, кожа получше. Вот, и экстракты растений. Это понятно, мы сейчас их еще разберем, потому что растений тоже миллиард. Свойств у каждого растения бывает несколько. С экстрактами растений. Они часто вызывают аллергические реакции, да, то есть их не должно быть прям много. Когда я вижу какой-то, не знаю, тоник, сыворотку, крем, в котором там вода, там, не знаю, касторовое масло, там, какой-нибудь стериловый спирт, дальше там какое-нибудь миндальное масло, а потом такое штук, там, 30 разных экстрактов, я вижу при этом девушку, которая пришла ко мне с раздражением на коже, это, как я говорю, вы что, совсем, что ли? Ну, нельзя столько экстрактов, во-первых, зачем? То есть не должно быть прям очень много, потому что когда их очень много, это значит, что они в очень маленьком проценте, и значит, что они не работают. Максимум, что они вызовут, это раздражение. А никакого там сверхъестественного воздействия они не вызовут. То есть лучше, когда экстрактов, там, 1, 2, 3. Когда их 10, это уже под вопросом. То есть если у них синергизм какой-то, да, по типу все противовоспалительные, ну, тогда ладно. А если одно такое, другое такое, третье секое, то тогда не факт, что это сработает, зато раздражение может вызвать. Итак, некоторые экстракты, да, достаточно, ну, и те, которые в гельтеке используются, и, в принципе, их часто можно увидеть много где. Можете сейчас написать про какие-то экстракты, которые вы знаете, знаете хорошо, из, ну, не те, которые здесь находятся, зачем повторяться, а какие-то, которые вот у вас, ну, вот вы видели действительно суперэффект какой-то, и любите средства, или ищите даже средства с этими экстрактами, потому что с экстрактами вообще еще одна проблема есть, да, потому что, как я уже говорила, год от года они могут иметь разные свойства, то есть в какой-то год более сильные, в какой-то год более слабые, в разных местах произрастания они имеют разные свойства, потому что разный климат, разные удобрения даже, господи, да, в разное время их там снимают, ну, собирают. Опять же, мы никогда не узнаем, как их там сушили, как их там растворяли, и что там с ними делали, насколько это было качественно. То есть, когда вы видите там экстракт какой-то, чего-то, ну, берем крем, да, это не значит, что он там работающий, к сожалению, у вас нет гарантии, что вы получите эффект от этого экстракта. И вот это вот очень грустно. То есть, проверить это никак, только на себе. Там есть аллергия на ромашку? Берем, пробую. Вылезла аллергия, знаешь, действительно есть ромашка. Вот, даже, ну, вот если взять чай, да, ромашковый, вот в аптеках мы когда берем, или мы возьмем в магазине, там, какой-нибудь Гринфилд. Почему Гринфилд вкуснее, да, а в аптеке какой-то фу. А если мы сами насобираем, то вообще круто. Там вот липы, например, сами мы собрали, высушили, или в аптеке купили. В аптеке она вообще безвкусная. То есть, из нее чай бессмысленно делать, а липа собрана в момент цветения четко. Да, в аптеке мне вообще кажется, что ее собирают вообще чертик когда, увидели, собрали. Вот, и получается, что, к сожалению, вот мы действительно не можем адекватно проверить, насколько действенны экстракты. Максимум, что мы можем проверить, это на аллергию. Вот, к сожалению. Что еще? Поэтому вот берем Гильтек, да, ну, в принципе, мы же в Гильтеке сейчас, да, мы все о Гильтеке должны. должны разговаривать. Вот алоэ, я не видела, чтобы в каком-то еще, в какой-то еще фирме алоэ работало настолько классно. Потому что алоэ, в принципе, да, оно много где есть. Это чуть ли не один из самых частых компонентов вообще растительных везде. Но вот так классно она работает, но они в Гильтеке. Потому что, во-первых, правильный процент, и не просто от балды на рынке куплено оно, а проверяют свойства. У нас в лабораториях действительно заморачиваются. То есть не просто там, а, закажем там, потом закажем всем там, о, там дешевле, давай там возьмем. Такого нет. То есть берут за свойства, проверяют, точно ли, если какой-то производитель, блин, к сожалению, они бывают просто банкротятся и что-то, ну, исчезают, да, с радаров. Тогда приходится очень долго искать новый качественный продукт. Потому что продают обычно только вагонами. Вот, вагонам как-то покупать без проверки сложно. Ну, в общем, это действительно сложно. Потом делается, ну, не ребрендинг, конечно, а заново проверяются, тестируются свойства того же, с тем же названием препарата, но там заменили тот же самый экстракт на тот же самый экстракт, но другого производителя. Реально мы это тестируем и смотрим, работает или нет. Если все хорошо, то слава богу, да. Вот, пока что как бы проблем таких не было. Что типа перестало работать, боже мой. Итак, алоэ. Алоэ не просто так любят все подряд. Любил еще Александр Македонский, любил еще Гиппократ. Все любили, все пользовались. То есть, в России любить стали, когда появились окна и подоконники, да. До этого алоэ было неизвестно, потому что холодно у нас. Там в Крыму, в принципе, растет. Значит, алоэ. В первую очередь, конечно, увлажнение. Да, но помните, что не должно быть концентрат. Ну, то есть, не стопроцентное алоэ должно быть. Это все-таки должен быть раствор. Ну, вернее как. Алоэ есть в нескольких видах. Это порошочек. То есть, когда все высушили, порошочек вам продали. И вы его растворяете в новой воде. Это такое... Когда порошочек... Вернее, такая жижа. Жижа почти порошочек. Грязюка такая получается. То есть, это когда не досушили до состояния порошочка. Это получше. Я забыла название, как называется. Потому что это только в алоэ я такое слышала. И есть гель алоэ. И есть сок алоэ. Есть еще раствор алоэ. Раствор, скорее всего, делают из порошочка. И каждый из этих вариантов экстракта обладает разными немножечко... Ну, там разная концентрация свойств, скажем так. То есть, разная сила свойств. Понятно, что гель будет лучше увлажнять. Вообще, гель считается самым лучшим вариантом экстракта алоэ. Потому что все остальное там слишком засушили, слишком температурная обработка, что-нибудь развалилось, там еще что-нибудь. Все-таки вещества же тоже, они же не как... Ну, они же тоже разрушаются, там и так далее. Вот. Они не все суперкрепкие. Так вот, гельтек использует гель алоэ. То есть, именно самый такой прям хорошо. Гель лесок по-разному. Сок часто это... Ну, сок это, то есть, выжимка, да. То, что отжали. Не раствор. А именно сок, либо гель алоэ. Гель это прям кусками. По-моему, сок все-таки так. Итак, увлажнение. Очень мощный противовоспалительный эффект. Это все знают, все лечили там какие-то ранки, ушки, там еще что-то прикладывали алоэ. Нормализация дискломации эпидермиса. Да, то есть, в алоэ содержатся салицилаты, и поэтому при, не знаю, постоянном применении в нормальной концентрации будет какая-то небольшая борьба с гиперкератозом. Понятно, что из алоэ никто не будет эти салицилаты экстрагировать. Салициловую кислоту из ивы получают. Вот, в алоэ ее не так много, но тем не менее, это тоже улучшение. Для зрелой кожи это очень важно, для жирной кожи важно. Отбеливание. В алоэ есть алоэзин, такое вещество, которое способствует отбеливанию кожи, именно отбеливанию каких-то пигментных пятен. Понятно, что когда у нас в составе 5-10% алоэ, оно не будет отбеливать прям как гидрохинон, но все равно оно будет нормализовать цикл вот этого меланогенеза. И в принципе можно надеяться на то, что пигментных пятен будет меньше со временем, плюс новые не будут образовываться. То есть, если вы начали этим пользоваться, то у вас будет лучше кожа и в плане пигментации. Солодка-петрушка. Такие достаточно вроде разные вещества, тем не менее, у них свойства одинаковые. Противовоспалительные и тоже отбеливающий эффект. Тоже слабый отбеливающий эффект, то есть просто на солодке прям сильного отбеливания не добиться. Есть в солодке, там, ну солодка еще антиоксидант мощный, там глабридин. Глабридин и еще другие тоже вещества. Вот если их еще экстрагировать из солодки, то тогда они обладают отбеливающими свойствами более так это, более сильно. Но вот именно как экстракт просто, там этого глабридина не так прям много, да, не 100%. Поэтому у нас получается, что свойства есть, но вот насколько оно сильное, это вопрос. В принципе, у нас солодка-петрушка находится в как раз геле для кожи вокруг глаз, гельтек. И когда мы еще тестировали только, то девочки, у которых были веснушки, они заметили, что у них веснушки светлее стали именно в области век, да. То есть это легко понять, потому что здесь они там яркие, а в области век чуть-чуть стали светлее. Да, то есть возможно это за счет солодки с петрушкой вместе. Опять же смотрим, да, там у нас третий экстракт огурец или кто? Сейчас, чтобы не запутаться. А, дуванчик. Дуванчик тоже обладает отбеливающими свойствами. То есть вот у нас есть три экстракта, да, и у всех есть отбеливающие свойства и противовоспалительные. То есть они все взаимосвязаны. При этом их небольшое количество, потому что если на солодку, в принципе, аллергии особо не бывает, то на дуванчик вполне может быть, и на петрушку, да. Вообще люди, некоторые на петрушку в пищевом плане аллергия есть, хотя и на солодку тоже. Вот, соответственно, они в небольшом количестве, то есть они не раздражают кожу, но при этом эффект есть. Круто, круто. Вот, огурец, тоже все легко, увлажнение. И тоже противовоспалительный эффект. Ромашка-календула, противовоспалительная. Все знают, в детстве всех купали, и мы всех тоже купаем. Вот, зачем, непонятно. Фукус дает лимфодренаж. Фукус – это водоросль, бурая. В принципе, можно запомнить, что все, что из моря достали, фукус, ламинарию, водоросли, планктон, они дают лимфодренаж. В них содержатся различные соли и йод, чаще всего, если они там как-то не обезьодены. Соответственно, при аллергии на йод, может быть, аллергия на йод, да, в фукусе и в планктоне, при этом они действительно дают хороший лимфодренаж. Кому нам нужен лимфодренаж? В принципе, лимфодренаж нужен всем. Вот, потому что с возрастом отеки все равно будут у всех, кроме тех, у кого мышечные и мелкоморщинистые типы старения. Но у них есть веки, на веках может быть все равно отеки. Вот, у них есть ноги, на них могут быть отеки там и так далее. Соответственно, фукус – хорошая штука, потому что, смотрите, когда есть отек, то клетки плавают в собственном Г. У них канализация не работает, и от этого они хуже начинают работать. Как только мы, ну, ладно, что внешний вид опухший, да, как будто пил всю ночь. Это еще ладно. Если мы смотрим именно на клетки, мы же смотрим на будущее, да, потому что клетки – то, как мы будем выглядеть еще и потом. Их надо холить или леять изначально. Вот, отек нельзя оставлять в коже, потому что хуже работают клетки, хуже будет, будет больше накапливаться продуктов неправильных, продуктов обмена, которые ухудшают состояние и коллагена, и эластина, и всего остального. И, соответственно, сами клетки будут работать хуже. Зачем нам это надо? Мы так быстрее постареем. Мы не хотим быстрее стареть, поэтому лимфодренаж, он обязателен. Гомомелис. Противовоспалительный эффект. Это, в принципе, доказано тоже. Ну, тут куда ни плюнь, везде у многих противовоспалительный эффект, да. Нормализация салообразования. То есть поры будут поуже, черных точек будет поменьше и так далее. Хорош именно для жирной кожи. В принципе, и для проблемный противовоспалительный эффект. Зелёный чай. Мощный антиоксидант. Там в нём тоже очень много разных антиоксидантов с разными названиями. Эпигалокатехины там всякие и так далее. Так вот, тоже смотрите, с зелёным чаем его же можно и внутрь пить, и снаружи, и в таблетках каких-нибудь, какая-то антиоксидантная добавка. Опять же, есть просто экстракт. Опять же, ещё есть белый чай, есть чёрный чай. Зелёный чай тоже год от года по-разному разные свойства. Когда его собирают, получаются разные свойства. Какой там этот листик, второй по счёту, потому что первый, по-моему, это белый чай. Или он последний по счёту перед тем, как стать чёрным чаем. Никто этого не знает. Соответственно, разные экстракты будут по-разному всё равно действовать. Если же мы хотим прям какое-то направленное действие, там мегамощный антиоксидантный эффект, можно именно вот эти антиоксиданты, которые уже экстрагировали из зелёного чая. Вот как, например, мы берём ресвератрол, да, он уже у всех на слуху 100 лет, что его добывают из вина, поэтому вино надо пить, там и чёрт с ним, с алкоголизмом женским, ну и так далее. Да, его не только из вина добывают, не только из винограда. Просто можно действительно искать тогда в продуктах именно вот эти вот сами антиоксиданты, то есть не только экстракт, а именно чётенько бить больше в цель, да, антиоксиданты. Но с антиоксидантами тоже интересная такая вещь, потому что, да, они улучшают состояние кожи в плане защиты от ультрафиолетового излучения, от оксидантного стресса. Но при этом там каких-то прям отбеливающих или ещё каких-то волшебных свойств действительно не доказано. То есть вроде бы, да, мы их все должны кушать, мы все должны ими мазаться, но для чего, так и непонятно. Потому что, в принципе, кислород, кислород тоже важен для работы кожи, да, например, при проблемной коже только за счёт активных форм, в том числе кислород, запускаются процессы, ну, скажем так, очищения, да, от бактерий и так далее. Если перебарщивать с антиоксидантами, когда у нас акне, то будет вялотекущая инфекция, вот это всё. Да, то есть там оксиданты, в принципе, неплохо. Но тоже акне бывают разные, иногда плохо, иногда неплохо. То есть тут вот это всё очень такое шаткое равновесие, когда что применять. В принципе, коэнзим-Ку-10 сейчас очень тоже хорошо распространился. У него тоже очень много хороших полезных свойств, и лучше вообще антиоксиданты всё-таки принимать внутрь. То есть, ну, хотя, с другой стороны, можно просто витамин С принимать внутрь, и он будет антиоксиданты, всё, что угодно. Единственное, с витамином С, который принимается внутрь, не особо доказано, что он накапливается в коже. То есть кожу всё равно снаружи надо им как бы питать, скажем так. Может быть, он в коже просто быстрее используется, поэтому и не накапливается. Всё, что съедено, всё пошло в ход, тоже вариант. В конце концов, не 10 лет витамин С ели, а потом смотрели, что там в коже. И сравнивали с тем, как это было у людей, которые его не ели. Да, таких исследований длительных не было. Там, по-моему, на полгода, что ли, было исследование только. Так, Арника. Арнику все знают, что она лечит синяки, соответственно, крепление сосудов, тоже лимфодренаж и противовоспалительный эффект. По косметической химии, смотрите, у Лесли Бауман хорошая в косметической дерматологии раздел по косметической химии. Можете, знаете, что у меня есть презентация, она некрасивая, она вот прям тупо текст, 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 каждый слайд, причем серый фон такой все, вот прям лофт. Вот, тоже там много и про экстракты, много про составы средств, там страничек, вот если здесь у нас, по-моему, 12, да, вот таких слайдов, то там их под 200 сплошного текста в PowerPoint, можете в Giltek написать, или давайте почту дам сразу, чтобы не через десятых, вот так, чтобы не через десятые лица, вот так, сейчас я вам дам почту, и я вам ее тогда, кто мне напишет, ну только напишите, что вы хотите, ну, можно написать просто косметическую химию, все, я вам пришлю, там действительно много, вот. Вот, вообще лучше читать разное, плюс, смотрите, пока написали книжку, книжка пишется, там, несколько лет, пока ее выпустили, пока она до вас дошла, уже 10 лет прошло, уже новые данные, поэтому все равно придется гуглить, все равно придется гуглить, все равно придется экстракты смотреть, потому что появляются новые волшебные экстракты, появляются новые волшебные антиоксиданты, новые, ну, витаминов новых не появляются, но внезапно вспомнили про неоцинамид, про него все знали 1500 лет назад, и тут внезапно, там, буквально, там, 5 лет назад он возродился просто из пепла, такой феникс, да еще как возродился, так возродился, теперь он везде от всего, и от старости, и от пигментации, и от отеков, и для выработки коллагена, и вообще всего, вот, про грибы, ой, я даже боюсь читать про грибы, грибов очень много, и я все равно не запоминаю их названия, поэтому я не смогу их найти в составе, папа у меня чагу собирает, делает из нее чай, вот, верит, что это придаст ему долголетие, поэтому каждый верит во что хочет, я знаю, что алоэ классное, мне хорошо, вот, так, что еще, мы, ну, витаминки, в принципе, разобрали тоже, биотин очень хорош тоже в наружных средствах и для жирной кожи, и для зрелой кожи, потому что под воздействием биотина коллаген вырабатывает, ну, правильная структура коллагена образуется, коллаген, понятно, что лучше не наружно наносить, он просто как увлажнитель, да, лучше его кушать внутрь, насчет гиалуронки внутрь, пока что, хоть я и сижу на хондропротекторах уже почти 10 лет, и верю в них свято, гиалуронку я почему-то не верю, что ее можно просто съесть, и все будет хорошо, пусть даже там потом, не знаю, может быть, когда-нибудь попробую, но это нужны, понятно, что дозы большие, то есть не меньше полутора тысяч миллиграмм в сутки, препараты, гиалуронки, они такие, они подороже, хондропротекторов получаются, так как я пью и хондропротекторы, и коллаген, то еще гиалуронку добавлять мне уже не хочется, вот, что еще хорошего про какие-то компоненты рассказать, даже не знаю, коллаген я пью, я вам сейчас даже, а нет, не покажу, он у меня в другую, не здесь, неосел фирма, бьюти билдер, коллаген, там просто мне понравилось, что в составе есть и кремний, и биотин, и альфа-липоевая кислота, и витамин С, ну, витамин С отдельно, там немножко витамина С, вот, соответственно, все, что нужно для того, чтобы сделать коллаген, ну, альфа-липоевая просто, как, у нее тоже много свойств, она антиоксидант и все, что хотите, вот, сейчас напишу, и сейчас будем тогда, а, пишут по-русски сейчас, давайте тогда разберем составы, тут очень много составов, так, давайте начнем сверху, так, у меня вот только получается, что я не вижу конец, потому что у меня, мое лицо мне загораживает, я не знаю, честно говоря, как это убрать, я сейчас вам весь состав тогда не прочитаю, у меня тут где-то было, ладно, итак, вода очищенная, полоксомер 184, да, какая-то химоза какая-то, вот, что это такое, давайте посмотрим, в принципе, все гуглится, элементарно, это ПАФ, это эмульгатор, это ПАФ, полиглицерил, 4-капрат, да, то есть это что-то из глицерина, какой-то капрат, это, в общем-то, тоже эмульгатор, потом Депантенол, его тут явно достаточно много, потом я не вижу из-за себя, сейчас я открою, а, ТАККЛ глутамат, это тоже ПАФ, но очень-очень мягенький, и видите, глутамат, глутаминовая кислота, это уже амфотерный ПАФ, вот, и экстракты, зеленый чай, ромашка, гомомелис, календула, жермобен, это консервант, гидроксид калия, это просто, скажем так, это стабилизатор, который делает ПАЖ среды, да, то есть немножечко гидроксид калия, то есть калий-ОАЖ, чуть-чуть защелачивает среду, чтобы, видимо, работал, может быть, и ТАККЛ, ТАККЛ, кокаил, пофиг, полоксомер и полиглицерил, может быть, чтобы работали лучше, да, то есть они, возможно, работают только в слабо-щелочной среде, то есть не в кислой, и поэтому здесь добавлено немножечко щелочи, но это совсем капелька, да, после, уже после парабена, жермобен, это парабен. Итак, что это такое? Напишите мне, пожалуйста, что это за штука такая страшная? Из воды, эмульгаторов, куча экстрактов, причем, пантенола, между прочим, в хорошем проценте. как вы думаете? Нет. В геле интенсив регенерации не будет эмульгаторов, зачем там павые эмульгаторы? и там нет гамомелеса, зеленого чая, но это знаю я. Да, это очищающее, явно очищающее средство, потому что здесь есть павые, ну, там павые эмульгаторы, сложно разобрать, где граница, да, то есть это все можно назвать эмульгаторами и экстракты. Вот, поэтому, да, это очищающий лосьон. Или же, знаете, у меня был лосьон, нет, это не лосьон, это, знаете что, это новое средство, но относительно новое для век, для снятия макияжа с век, это типа мицеллярного геля. Блифарогель очищения. Вот, я его первым написала. Вот это он. И видите, в нем есть антиоксиданты, ромашка календула, которая противовоспалительный эффект, гомомелис, у которого противовоспалительный эффект, то есть он такой весь успокаивающий, такой весь отличный. Кстати, он очень классно смывает любую там водостойкую тушь и все что угодно с глаз, не щипит глаза, прям хороший. Но мы понимаем, что так как здесь эмульгатор и павы, то его надо обязательно смывать. То есть не просто смыл и пошел спать, а лучше все-таки его еще тоником потом протереть. Для чувствительных глаз прям очень хорошо. И он 30 мл, как дорожная упаковка, очень удобно с собой брать. Так, второй вариант. Вода. Тот же самый полоксомер 184, то есть эмульгатор. Алоэ. Опять этот полиглицерилкопрат. Тут видно, что алоэ много. Тоже депантенол. Амисофт. Это тоже мягкий пав амфотерный. Ксантановая камедь, то есть немного увлажнитель. Как увлажнитель у нас здесь идет. Карбомер, нейтрализованный фенонид. Натя, она врала. Первый был действительно лосьон для очищения. Вот Тамара меня переплюнула. А вот второй, это как раз, я запуталась. Второй, это как раз вот этот блефрогель очищения. Потому что, смотрите, я еще что-то говорила про то, что это блефрогель. А смотрю, а где же гелеобразователи? А нет гелеобразователей. А вот во втором ксантановая камедь, гелеобразователь. Карбомер, гелеобразователь. И получается, что у нас получился гель, в котором много алоэ, в котором есть пантенол. Соответственно, тоже такой противовоспалительный эффект. Вот. То я уже после двух часов разговоров уже соображаю плохо. третий, да. То есть, вот у нас два очищающих средства, которые оба подходят для чувствительной, для сухой кожи. Но которые все равно надо с ним смывать. В принципе, очищающих средств, которые не надо смывать, их не существует. Но я иногда просто тоником смываю макияж. Если я чувствую, что кожа пересушенная, то я это делаю даже тоником. У меня то ли кожа такая, что легко все смывается, я не знаю. Просто чуть-чуть подержать подольше тоник на веках, и смывается мой макияж. Ну, тональные я не использую средства, соответственно, век смывается элементарно. Даже, кстати, губная помада водостойкая смывается. Уж я теперь задумалась, что в тонике. В тонике, по идее, нет никаких павов. Тоником я люблю гильтек, тоник с гиалуроновой кислотой и эластином. Возможно, за счет он смывает, возможно, за счет аминокислот как раз гидролизат, коллагена и эластина плюс гиалуронка. Возможно, они как-то действуют так, что позволяют смывать макияж хорошо. То есть, водой я так не смою. Водой я так не смою, а вот им смывается. При этом получается абсолютно, ну, я просто после этого ложусь спать, и все. Так, давайте третий смотреть. вода изононил, изонононоат, вот, это эмульгатор. Масло сладкого миндаля, да, видим, что здесь есть масло, значит, это уже что-то такое, возможно, крем. Глицерин, как, соответственно, увлажнитель. Масло какао, то есть, у нас уже два масла, сладкий миндаль, какао. гель-аллоэ вера, жермобен, это то ли гелеобразователь, по-моему, гелеобразователь, аристофлекс, по-моему, тоже эмульгатор, масло ши, третье масло, витамин Е, считай, тоже масло, ксантановая камедь, это увлажнитель, эмульгатор, гелеобразователь, ну, стабилизатор. Эфирное масло апельсина, тоже, считай, жир, тиногард, по-моему, это консервант, и парфюмерная композиция. Да, и направлено крем массажный, потому что спа апельсина, эфирное масло апельсина сразу же дало подсказочку. Да, но в целом мы видим, что есть вода, есть водорастворимые вещества, которые, то есть, вот она вода, водорастворимые, это гель, алоэ будет, а все остальное, какие-то масла и что-то такое, да, то есть, сразу понятно, что это, в принципе, крем. Но, вот вопрос, да, лайфхак, жирный крем или легкий крем, да, то есть, если бы, если бы вот здесь было масло до воды, то это была бы прям мазь вместо воды. если бы сразу после воды было масло, то тут уже, ну, какой-то 50 на 50 достаточно жирный кремик, да, но так как после воды у нас идет эмульгатор, а масел меньше, плюс тут еще там есть, то мы понимаем, что крем не особо жирный. так, но он не жирный, это не жирный крем. Теперь, четвертое, вода, азилоглицин, это активный компонент, похож на азилаиновую кислоту, полиглицерил-3, метилглюкоза, дистеорат, что у нас там было с глюкозой, это эмульгатор, глицерин, увлажнитель, тоже там глицерил, стеорат, эмульгатор, это тоже у нас эмульгатор, алоэ, аспартат магния, это пошли микроэлементы, глюконацинка, глюконаат меди, еще один эмульгатор, пропиленгликоль, увлажнитель, пантенол, амигель, это гелеобразователь, салицилка и консервант. Соответственно, салицилка, кстати, тоже является немножко консервантом. Да, это стопакно, но за счет азилоглицина, в принципе, угадали, вот, молодцы, хорошо ставите составы, и мы смотрим, что здесь достаточно много каких-то, ну, и гелеобразователей, и в том числе эмульгаторы. Зачем тут эмульгаторы, если подумать? Ну, во-первых, есть проблема с растворением салициловой кислоты, то есть, может быть, там как-то это, но эмульгаторы здесь как раз как энхансеры выступают, чтобы лучше проникало, просто так, как стопакно, да, то есть, скорее при жирной коже, да, кожа жирная, соответственно, слой кожного сала. Эмульгаторы нужны, чтобы сквозь это сало все-таки активные компоненты лучше проникли в более глубокий слой кожи, эмульгаторы, да, то есть, они слабенькие, но есть, именно как энхансеры здесь. Понятно, что здесь увлажнителей, сколько глицерин, алоэ, ну, пропиленгликоль, увлажнителей не так много, но они все-таки есть, то есть, это не прям сушащий такой точечного действия средства, да, то есть, даже по составу мы это понимаем, что он увлажняет немножечко, ну, как увлажняет, короче, он не сушит, за счет эмульгаторов он будет сушить, но за счет увлажнителей он будет эту сухость как бы убирать, вот, то есть, все будет взаимозаменяемо. Так, следующий, пятый, вода, тут это каприк 3-глицерид, это эмульгатор, глицерин увлажнитель, бутиленгликоль увлажнитель, так же, как и пропиленгликоль, глицерил стеорат, это у нас эмульгатор, нитрит бора, мы помним, что это тоже эмульгатор, но еще бура, да, это противовоспалительные у нее компоненты, там и антисептик она может быть, такое, масло сладкого миндаля, и что мы думаем сразу про гельтек, так, это какой-то крем, потому что в гелях не может быть масла, в тониках тоже, гиалуронка, скорбил, глюкозит, соответственно, это витамин С, ретинил, пальмитат, витамин А, токоферол, ацетат, витамин Е, биосахаридная смола, это гелеобразователь, амигель, гелеобразователь, гидрогенизированное касторово масло эмульгатор, акрилатный полимер эмульгатор, сукцинат, вот здесь, ну, сукцинат это соли, янтарной кислоты, в принципе, он, в принципе, хорош, дегиптил, скорее всего, тоже какой-то эмульгатор, или стабилизатор, вот это вот, саполимер, это тоже эмульгатор и стабилизаторы, ЭДТА это стабилизатор в плане ПАЖ, это буферное вещество, хилат, короче, ПАЖ делает, гидроксид калия тоже делает ПАЖ, и дальше пошли консерванты и отдушка. Нет, это не увлажняющий крем. Да, сыворотка Витаматрикс, да, Татьяна. Жалко, что у нас нет розыгрыша, и сыворотка Витаматрикс получает Татьяна. Это новинка, она вышла вот как раз на Интершарме, или перед Интершармом, то есть сыворотка Витаматрикс, вы поняли, что это крем, да, потому что вы уже привыкли, в принципе, что, слово сыворотка в гельтеке, это гель, да, причем жиденький гель, а тут это крем, то есть это серия Хомкея, и смотрите, чем, значит, хороша эта сыворотка, тем, что, да, здесь есть витамины А, С и Е, это приятно, она будет, в принципе, давать легкую окклюзию, эта сыворотка, как вы видите, тоже, здесь масло, где-то далеко начинается, вот, то есть, если смотреть, да, то тут сначала, какой-то триглицерид, потом увлажнитель, еще увлажнитель, еще, и только потом масло, то есть, это очень жиденькая, такая эмульсия, почти никакой окклюзии не создает, но все-таки окклюзия будет, немножечко, за счет этого масла, сладкого миндаля, ну и в принципе, витамин А и витамин Е, они жирорастворимые, то есть, это тоже масло, касторовое масло, эмульгатор тоже, в общем-то, масло немножко, поэтому, чуть-чуть, ну, все-таки, это такой легкий-легкий кремик, по консистенции, да, он похож на кремовлажняющий, соответственно, если вы хотите витаминизировать кожу, то вот вам мой лавхак, берете гель тонизирующий, и берете витаматрикс, и у вас получается два набора витаминов А, С, Е, еще и соли добавятся, и слегка, еще и небольшая окклюзия для защиты, то есть, зимой прям очень хорошо, если вот прям для зрелой кожи очень классно, для кожи курильщиков, для людей, которые сидят на диетах каких-то, ну, вот, серьезных, то есть, когда мало в организм попадает каких-то питательных веществ, тогда идеально прям, но в нас, в принципе, та еда, которая продается, она немножко не очень витаминизированная зимой, так, и последний, вода, глицерин, да, увлажнитель, пропиленгликоли, увлажнитель, препараты серые, это антисептик, да, соответственно, там, сегум уменьшает, противовоспалительный эффект, гиалуронка, тоже увлажнитель, соколой, увлажнитель противовоспалительный, поливинилпиролидон, он, это, дезинтоксикант, в принципе, он может быть как стабилизатор, может быть как немножко гелеобразователь в данном случае, карбомер, это стабилизатор, гелеобразователь, и дальше пошли, соответственно, эти отдушки, консерванты, красители, и ДТА, как хелатор, ПАЖ, да, демотен, правильно, но это вы по серии угадали, надо было взять состав блефорогеля-2, возможно, вы бы тогда не угадали, потому что в нем тоже похожий состав, но он, кстати, жиже, то есть можно сравнить у демотена и у блефорогеля, второго, потому что блефорогель сильно жиже, демотен он все-таки такой густой гель, хороший, вот, ну и вот вы видите, да, что в демотене очень много увлажняющих компонентов, не окклюзионных этих эмолентов дурацких, хотя слово красивое, а именно хумектантов, хотя слово не такое красивое, вот, то есть здесь много хумектантов, и получается, что мы кожу не сушим, а мы кожу увлажняем за счет как раз правильного увлажнения, за счет воды, а не окклюзии, и сплошные противовоспалительные, соответственно, компоненты, вот, так, не устали за два с половиной часа? Мы, в принципе, закончили, я от вас жду вопросы, там сверху был вопрос, сейчас его найду, а вы пока пишите свои, сверху был вопрос, который я специально не читала посреди рассказа, вот смотрите, какое средство вы можете порекомендовать для умывания склонной к углевой сыпи кожи? Гели очищающие я могу рекомендовать? Нет, никаким детским мылом в принципе нельзя пользоваться, потому что давным-давно доказано, почему так распространены именно жидкие мыла, да, то есть, потому что твердые мыла, они обладают сильно щелочной реакцией, и очень сильно ухудшают состояние кожи, вообще забудьте про мыло, просто прям вот забудьте, выкиньте его вообще из дома, пусть у вас дома останутся только гелевые текстуры, то есть только гели для умывания, только гели для мытья тела, потому что мыло очень сушит и портит кожу, это доказано, вызывает шелушение, разрушает лепидоэпидермальный барьер, вызывает раздражение кожи, были исследования, которые были как не очень долгие, то есть месяц, человека заставляли умываться одну половину лица мылом, а другую жидким гелем, через месяц на той стороне лица, которое умывалось мылом, именно твердым, там был просто ахтунг, там было раздражение, там была сухость кожи, повышенная чувствительность, и были более длительные, то есть на несколько месяцев, что тоже ухудшало кожу, появлялись морщины, в общем, ничего хорошего, старость, боль, вот, да, поэтому забудьте про мыло, есть отличные средства для умывания, при акне, вот, пожалуйста, демотен, который мы разобрали, при акне, гель очищающий, и даже вот просто эти два средства, для тех, кто тониками, допустим, не пользуется, на нужную еще глиняную маску, желательно, да, для подсушивания воспалений, тогда будет прям идеально, вот, три средства, которые сделают вам, так, вот, Тамара написала вопрос, нам говорили, что гель в основном подходит для жирной кожи, а для сухого молочка, и вот Ирина прям в точку в моей мысли, я еще не успела прочитать вопрос, Ирина уже ответила за меня, смотря какой состав молочка, молочко кажется нежным, когда-то, давно, зайдя в Эльдебате, я, по-моему, еще косметологом даже не была, или, в общем, я там, это, между хирургией и косметологией как раз была в это время, и мне там втирали очень так много лапши на уши, что, купите это молочко, после него можно не умываться и даже не наносить крема, оно и очищает, и вместо крема вам будет, это такой бред, вот, соответственно, молочко не значит, что оно нежное, важно смотреть состав, это просто значит, что в нем есть и жир тоже, вот и все, опять же, смотря как его использовать, то есть, это не, это какие-то старые, когда раньше не было, ну, химическая промышленность еще как бы слабо развивалась, да, то есть, мы возьмем там лет 40 назад, да, 80-е годы, допустим, получается, что было мыло твердое, уже, в принципе, появились жидкие мыла, но они были жестковатые, и да, сделали эмульсии, да, молочком можно было умываться, понятно, что молочко или жесткий гель для умывания, лучше выбрать молочко, там хотя бы оно не полностью растворит ваш жир, потому что в самом молочке есть немножко жира, но молочко еще надо додуматься, как смыть, нужно уметь смывать, потом использовать тоники, а в 80-х годах тоники были все на спиртовой основе, а в общем, боль, 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 адская боль была, как хорошо, что мы живем сейчас, так, полисарбат 80, в середине состава плохо, так как я уже запуталась, что такое полисарбат, честно, то вот берем, гуглим, полисарбат 80, это эмульгатор, ну он сейчас, смотрите, это слабый, ну то есть, это не какой-то адский прям эмульгатор, это я не стала вам заморачивать, там есть еще двины, неважно, короче, это эмульгатор, который из нового поколения, который не сильный, то есть, он именно не сколько паф, сколько эмульгатор, а где он тут, полисарбат 80, где он, я его не вижу здесь, из моих составов, это разве мои тутошние составы, мне кажется, нет, если будете еще смывать молочко пенкой, то вы точно пересушите кожу, либо одно, либо другое, зачем вам две умывалки, потом как будете кожу восстанавливать, молочко эмульгируется на лице, то есть, добавляется вода, и так же, как мы гелем для умывания, умываемся, точно так же мы умываемся молочком, потом его долго смываем, а потом протираемся тоником обязательно, чтобы убрать вот эти остатки, вот именно так умываются молочком, молочко далеко не все хорошее, поэтому, то есть, мы молочком не протираем на ватке, нет, это неправильно, молочком именно умываются, на ватке вы тогда такой концентрат получаете вообще, вот, кстати, про пенки, да, у гельтека тоже вышла пенка, она хорошая, она с алоэ, но помните, пожалуйста, что ее неполные, вот, не столько надо, да, ее нужно чуть-чуть совсем, для того, чтобы умыться, ей очень приятно умываться, она такая воздушная, она очень такая пушистая такая пена, приятная, и пахнет еще вкусно, и чтобы у вас, вот, не было желания, дьявол же в деталях, да, чтобы не было желания взять побольше пенки, чтобы подольше ее поелозить, да, потому что это просто приятно, высушите лицо, потому что это все равно умывание, это все равно как бы гель для умывания, или раствор, там для умывания, там, соответственно, павы точно такие же, просто за счет специальной насадки делается именно пеночка сразу, но это не значит, что она прям нежная и прекрасная, это кажется, она достаточно такая, если много взять, то она вас высушит, так же, как и гель очищающий, он слабо пенится, потому что он именно нежный, он нежный гель для очищения, и у меня кто-то как-то приходил, сами там купили, ну, или начитали, что я рекомендую, неважно, и говорят, что-то у меня ваш гель очищающий, всю кожу высушил, вообще фигня какая-то, я говорю, а сколько берем, сколько намазываем, а говорит, ну вот столько, да, я такая, печок, говорю, там две капельки надо, вот, то есть, опять процесс, да, доза важна, очень доза, умывалки не должно быть много, ее нужно чуть-чуть, для того, чтобы смыть, и опять же, вспениваем и в руках, разносим по рукам, а потом намазываем сначала самые жирные участки, потом уже все остальные участки, а не так, что тяп, щеки, которые так всегда сухие, а потом пытаемся размазать по другим, как раз жирным участкам, в итоге щеки сохнут еще больше, а нос у нас так не очищенный, остается, да, пожалуйста, вот это вот, учитесь сами, учите других, распространяйте добро по земле.